Нажду кнопку записи для того, чтобы этот стрим посмотрели ютуберские тоже. Они же любят смотреть. У нас на ютубе в последнее время много различных видео выходило. Сегодня, например, сделал нарезку, выпустил видео с моей жеребьевки Лиги Европы. И еще одновременно подкаст с Сашей Малых тоже сегодня вышел. Два видео в один день. Это, соответственно, видео выйдет у них примерно, наверное, где-то в воскресенье. Приветствую всех, приветствую ютуберских, приветствую тех, кто все это смотрит зачем-то или слушает зачем-то уже спустя некоторое время. Где-то в начале этой недели, да, все время забываю, что у нас пятница, где-то в начале этой недели появился вдруг неожиданно бомбезный слух от Карпа. Он выдал два великолепных бомбезных слуха на этой неделе. Один из них был про Фаустино Анджорина. Или, как его ласково называют, Тино Анджорина. Это игрок молодежной команды Челси, который в свое время успел 80 минут сыграть против Краснодара. И это, по сути, был его самый большой отрезок, который он когда-либо играл за команду Челси. И вы легко можете найти, например, нарезку с этого матча, как он по-взрослому и очень качественно возил краснодарцев по полю. Очень много полезных и, ну, таких нестандартных действий совершил на поле. Но вообще он особенно не играет за Челси. Он играет за молодежную команду. У английских клубов есть специальное первенство. Премьер Лига 2 она называется, в которой играют молодежные команды очень многих клубов. Не только английской Премьер Лиги, но и других академий тоже. И он там на очень хорошем счету. Кроме того, Челси у нас одна из самых успешных команд, которая играет в юношеской Лиге УЕФА. И Анжурим как минимум два раза с Челси. Один раз, по-моему, он выиграл юношескую Лигу УЕФА. Один раз дошел до финала. Участвовал как минимум в финале, в котором Челси проиграл Порту. Это сезон 2018-2019 года. Ну, в общем, если зайти в иностранный интернет, то видно, что болельщики Челси очень высоко котируют этого пацана и очень недовольны возможным фактом его ухода. Сегодня, например, появилась новость о том, что 20 миллионов локомотив готов потратить на Анжарина. Потом уточнили, что 20 миллионов это всего. 10 миллионов за выкуп молодого проспекта Челси и по 2 миллиона за каждый год его пребывания в виде зарплаты. Ну, я думаю, что где-то очень близко к этому. Но довольно странно, конечно, смешивать суммы за трансфер и сумму за зарплату. Возможно, вполне не все 5 лет Анжарина у нас в команде пробудет. Возможно, он пробудет 2 года и, например, повысит себе зарплату до 3 миллионов евро. А может быть, через 2 года уедет обратно себе в Англию за гораздо большие деньги. Как знать. Анжарина очень классный игрок. Это больше, наверное, атакующий центральный полузащитник или игрок флангов. Но не такой, не бегунок, да? Не тот, который с флангов бегает в штрафную. А тот, который, скорее, придержит мяч, который... На дриблинге попробует раскидать, отдать передачку какую-нибудь интересную. Вот это все. Нам такой игрок очень нужен. И я говорил об этом, когда рассказывал о Бека Бека. И когда мы говорили про Краснодар, о том, что у нас сейчас в центре поля нету игрока, который может тянуть мяч вперед и который может отдавать хорошие передачи вперед, развивающие, не теряется под прессингом и показывает хорошее качественное движение. Каким, например, был тот же Крыховик периодически. Особенно, наверное, такими были Жуао Марио и Эммануэл Фернандеш. Да, люди, которые в центре поля готовы были сохранить мяч, продвинуть его вперед, если надо помочь атаке. У Жуао Марио в меньшей степени это получалось, но вот он сейчас это показывает, как он умеет это делать в Бенфике. У Эммануэл Фернандеша периодами это получалось просто эталонно. Вот такого игрока у нас сейчас нету. И сегодняшний матч с Динамо это очередное тому подтверждение. Потому что при всех... При всей любви к Баринову, при всех плюсах Куликова, Макеева и кто у нас еще может сыграть в центре поля, ни один из них не является вот мозгом. Мозгом в центре поля, который может в одиночку разбивать прессинг. Сегодня, например, таким вот мозгом были у Динамо, Муро и Фомин, которые как раз показали очень высокий уровень и то, как они разбивали наше давление и наши попытки перекрывать зоны. Вот у нас ничего не получилось, благодаря отличной умной игре вот этих ребят. У нас таких нету, к сожалению, и нам они очень нужны. Я высоко котирую Анжарина. Я очень бы хотел, чтобы к нам этот игрок перешел. И это ситуация, в которой я, честно говоря, вообще не вижу больших минусов. Потому что, ну, во-первых, школа Челси одна из лучших сейчас в мире. И оттуда постоянно выходят просто супер-топ-футболисты. И в одно только это окно они, наверное, человек 10 отдали. И все они просто высочайшего уровня. Во-вторых, это англичанин. И, с одной стороны, это, конечно, минус. Потому что можно напороться на неадаптацию в Москве и в России в частности. С другой стороны, сейчас молодые англичане очень космополитичны. Они постоянно куда-то едут. У самого Анжарина есть нигерийские корни. У него, по-моему, папа оттуда. Ну, то есть, понятное дело, что игрок рос где-то там в антироссийских настроениях. А теперь ему нужно приехать в Россию и показывать все лучшее здесь. Но все больше и больше англичан действительно играют в Бельгии, в Голландии, в Германии. Очень много англичан вдруг неожиданно появилось. Так что, если раньше английская лига это была такая закрытая лига, и англичане из нее никуда не уезжали, сейчас молодые англичане едут за лучшей жизнью. Мне вообще эта история очень сильно напоминает историю Дани Ольма, который в свое время из Барселоны сбежал в Загреб. Все тоже очень удивлялись, откуда в Загребе испанец из Барселоны и вообще что это такое. А потом раз, раз, раз он вырос, он стал играть важнейшую роль в Загребе. Его за 20 с лишним миллионов или за 30 миллионов, не помню за сколько, выкупил Лейпциг. И теперь это звезда сборной Испании. Ну, в общем, ему это явно пошло на пользу. Хотя в Барселоне вполне мог бы затухнуть, как и многие другие таланты из этого замечательного каталонского клуба. Но вполне допускаю, что что-то подобное может произойти и с Анжарином. Хотя Локомотив, конечно, пока не так круто выращивает футболистов, как Динамо. Загреб нам в этом плане расти и расти. Все это развивалось довольно быстро. Нам сказали о том, что уже в четверг должен этот футболист приехать. Но в четверг он вроде как не приехал. Сегодня его, по крайней мере, ни одна камера не спалила. Ни один Сергей Егоров до сих пор не выдал ролика о том, что, смотрите, Фаустина Анжарин уже в Москве. Но сказали о том, что представитель игрока уже вот-вот-вот вылетает в Москву. А если дело доходит до переговоров с представителями игрока, значит с клубом уже все обсуждено. И если представитель игрока хотя бы соглашается на эти самые переговоры и аж вылетает в Москву, то, скорее всего, все будет в итоге тип-топ и хорошо закончится. Еще один момент, который тоже немаловажен, это, конечно, дружба Рангника с Тухелем. Тухель это тренер Челси и Тухель очень высоко оценивает Анжарина. Но пока, конечно, этому парню тяжело прорваться сквозь блок, крутейший блок футболистов Челси в центре поля. Там сборная мира. Ну, что говорить, это победители Лиги Чемпионов на секундочку. И вполне допуская то, что действительно Рангник и Тухель, как очень хорошие знакомые, Тухель считается учеником Рангника, могли договориться о том, что вот под началом Рангника, под всей вот этой системой, которую Рангник выстраивает, под тем футболом, который показывают рангниковские команды, этот игрок будет расти и будет более готов к челсийскому футболу, чем если он будет продолжать играть в каких-то чемпионшип-командах, либо уедет в какие-нибудь команды не особо высокого уровня, которые его зовут. Ну, без Лиги Чемпионов, без Лиги Европы и все такое. В общем, я бы сильно хотел этот трансфер. Меня абсолютно удовлетворяет цена. Я на 99% уверен, что человек должен заиграть. А если он заиграет, то в Англии на него будет огромнейший спрос и продать его дороже, чем мы брали. Ну, проблем особых не составит. Единственное, меня очень всегда веселит в последнее время математика, которую используют на различных ресурсах, о том, что если мы покупаем игрока за 20 миллионов, то для того, чтобы заработать на нем, нам нужно продать его за 40 миллионов. И пишут, ну, абсолютно серьезно. То есть, вот если мы купим за 20, а продадим за 25, то никакой прибыли у Локомотива не будет. Все, это провальный трансфер, продать игрока за 25 миллионов. Ужасно, ужасно. Конечно, никому не пожелаешь таких жалких продаж, как Локомотиву за 25 миллионов евро. Далее, далее. На этом все не останавливается. Пока мы ожидали замечательных новостей по Анжарину, а это не только Карп сказал, да, сейчас это уже практически все англоязычные историчники подтверждают о том, что сделка очень близка к завершению и может завершиться в любой момент. Давайте пройдемся дальше по трансферным слухам, хотя немножко хронологический порядок собьется. Внезапно Карп бьет второй бомбой о том, что 30 августа в Москву прилетает Джирано Керк. И те, кто на моем канале достаточно давно, конечно, знают эту фамилию, потому что Джирано Керк это человек, с которого начинался кружок селекционеров. Я в чатике написал о том, что вот у меня появился новый любимчик, новый фаворит Джирано Керк, сбрасывал все голы. Керка рассказывал о нем очень сильно и говорил о том, как этот футболист нам сильно бы помог, сильно бы зарешал о том, как он похож своим стилем, например, на Джефферсона Фарфана. И это было в чемпионский сезон, если что, 17-18 год. Потом наступил сезон 18-19, я продолжал за ним следить, 19-20 продолжал, но уже с меньшим энтузиазмом. В 20-21 я уже нашел себе новых любимчиков. Это Еспер Карлсон, который просто чумовой и прекрасный сезон провел в Алкмаре. Видимо, лет через 5 можно ожидать слухов по Карлсону в Локомотив. И вот вдруг неожиданно сезон 21-22 показывает, что этот футболист может перейти в Локомотив. Я, конечно, буду этому очень сильно рад. Он, конечно, уже очень сильно повзрослел с того момента, как я его открыл для себя, когда он был 20-летний, 21 год ему было, и я очень радовался. Мне безумно нравилось, как он на рывках уходит от соперников. У него шикарный удар с обеих ног. Он совершенно не думает, какой ногой ему пробить. Если под правой ногой, то бьет правой. Если под левой, то бьет левой. Если надо голову подставить, может голову подставить. Сейчас его чаще используют правым вингером в схеме 4-3-3. И, собственно, оттуда он в основном опасность свою создает. Но если надо, то выйдет нападающим. Например, в товарищеском матче против Байера, это довольно известный матч, потому что Лунев умудрился в нем, по-моему, мяча три подряд пропустить. Но в матче против Байера Керк забил два гола. Один отличным дальним ударом. Такой вот, прям вот, по дуге он вкрутил мяч под самую штангу. А второй гол, это вот прям классический Керк, который убежал от защитника, которого купил Байер за 23 миллиона евро. Который брали за скорость, потому что Байер это всегда команда с высокой линией обороны. Но Керк его вообще не заметил. Он принял мяч и улетел от него. И очень элегантно вратаря перебросил. Это по-прежнему очень классный футболист. Я буду очень рад. Сегодня был момент, когда Лисакович убегал. И многие-многие вспомнили о том, что вот если бы сейчас был у нас Керк, то матч бы, наверное, закончился со счетом 2-1 в нашу пользу. Он не классический нападающий, но в контратакующей игре, в игре, в которой мы всей командой выбегаем вперед, потом всей командой возвращаемся, снова выбегаем вперед, снова возвращаемся. Это будет отличное подспорье. И я буду очень рад. Здесь нету какой-то гордости, типа вот я его нашел, и вот его подписали, потому что прошло слишком много времени с того момента, как я его нашел. О нем уже более-менее все знают, кто хоть как-то следит за голландским футболом. Я подозреваю, что уже в ближайшее время он должен дебютировать за сборную Голландии. Почти наверняка какой-нибудь вызов получит. Дай бог, чтобы это было уже из локомотива. Кроме этого, конечно же, важнейшая новость, которая была на этой неделе, это жеребьевка Лиги Европы. Я, собственно, под эту жеребьевку и записывал свой ролик. Вчера у нас определились последние команды, которые все-таки будут выступать в Лиге Европы. Например, тот самый Азе Алкмар, который приютил Еспера Карлсона, в Лиге Европы играть не будет. Он упал в Лигу конференций. И с легкой руки, кстати, не знаю кого, видимо, Инфантино, или кто там у нас там сейчас шары тащит, но вряд ли Инфантино, Локомотив попал в тяжелейшую группу, одну из самых сложных, которая вообще могла быть. Чемпионат Ком, например, заранее написал самую сложную, самую худшую группу для Локомотива, и этот человек, который вытягивал шары, повторил ее на 100%. Из первой корзины мы забираем Лацо. Там среди равных вариантов был Наполи и Лион. Лион сейчас находится в не очень хорошей форме, но Наполи, наверное, можно причислить к сильным мира сего. Из третьей корзины нам достается Марсель. Тоже далеко не подарок, хотя и без Андреа Виллаж Боуша, но зато с Хорхе Сампайо. Как его там фамилия? Боюсь опять накосячить. Неважно. Сан Паула. Или что-то в этом роде. Сан Пауле. Каждый раз, когда начинаешь задумываться над какими-то словами, думаешь о том, какой же ты идиот, и наверняка произносишь совершенно неправильно. Сан Пауле. Ну, вроде я так и сказал. Ну и из четвертой корзины на закусочку Галатасарай, который хоть и не самого высокого уровня прямо здесь и сейчас, но все равно это довольно большая сила в европейском футболе. И там всегда можно найти очень качественных, очень крепких футболистов. И мы с ними не так давно играли. Один матч проиграли, один матч выиграли. В общем, заруба будет что надо. Я думаю, что абсолютно непредсказуемая группа и каждая команда может в итоге выйти со второго места. Ну, Лацио наверняка будет на первом. Все-таки команда очень крепкая. И как ни крути, хоть я и терпеть не могу, Маурицио Сарри, он тренер, наверное, что-то понимающий в футболе. И в Лацио ему, конечно, будет гораздо проще, чем в Ювентусе. Но вот все равно, я думаю, что вот конкретно в этой группе выйти может абсолютно любая команда. К сожалению, действуют ковид-ограничения. И если бы не они, я бы, наверное, вообще сказал, что все шикарно, потому что Рим, Лацио, это вау, это круто. Я бы с удовольствием поехал в Италию. Сегодня же появилось сообщение от Лаврова о том, что на переговорах с представителями итальянского МИДа договорились о том, что будут какие-то послабления для русских туристов. И в начале осени уже можно что-то подобное видеть и говорить. Но, судя по всему, наверное, ожидать и того, что начнут пускать массово россиян, и того, что на трибуны будут пускать много народу, наверное, не приходится. С Марселем еще все более грустно, еще все более страшно, потому что Франция, в принципе, терпеть не может. Российские вакцины, россиян, и все, что к этому относится, это одни из главных противников запускания россиян в Европу. Но, зато есть Турция, беспроигрышный, безбашенный вариант, потому что, чтобы попасть в Турцию, не нужно вообще ничего. Купили путевку, сдали ПЦР-тест, и вот вы уже в Турции. До Стамбула из любой точки добраться достаточно легко и просто, поэтому можно купить тур, с удовольствием отдохнуть в каком-нибудь пятизвездочном отеле, и после этого рвануть на футбольчик. Я думаю, что примерно так я и поступлю. Осталось дождаться цен, и, ой, каких цен, дат, когда же все-таки у нас эти матчи, и, в общем-то, можно уже планировать евровыезд. Вот, как-то так. Честно говоря, я думаю, что Локомотив может побороться в этой группе за выход в весну. Я не думаю, то, что Марсель это что-то непроходимое, тем более, не думаю, что что-то непроходимое это Галатасарай. Даже с Лацио мы вполне можем зацепиться за очки, особенно, если мы приобретем все-таки нужных нам игроков, и эти игроки успеют более-менее как-то встроиться в нашу игру. Две недели у них будет вот сейчас паузе на сборной, потом еще примерно сколько у нас неделя, полторы недели и один матч на то, чтобы в чемпионате сыграть с крыльями советов, если не ошибаюсь, ну и сразу с пылу, с жару будем с кем-то играть. Ну, если это будет, не знаю, какой-нибудь Галатасарай, то хорошо, если сразу это выезд в Рим, тогда не очень хорошо. Вот, это была жеребьевка Лиги Европы, кроме нас еще жеребился Спартак, у них совсем все плохо, там отлетная, там Наполи и Лестер первые две команды, и, ну, Лестер, наверное, худшее, что могло попасться из второй, и под занавес это Легия, которая, ну, наверное, не самый серьезный соперник, который мог появиться из четвертой корзины, но я помню, что у Спартака с Легией есть свои счеты и не самые удачные матчи. Локомотив Динамо, Локомотив Динамо сразу сходу нас удивляет состав, и этот состав с Жуваглядовым на правом фланге обороны и с Пабло в центре защиты. Я много посвятил речи тому, что, речей своих, тому, что Едвай и Пабло это, наверное, крайне неудачное сочетание центральных защитников, и мне оно очень не нравится, потому что синергии между этими двумя защитниками не существует. Каждый из них по отдельности хороший, но вместе, подстраховки, работы вместе на то, как оборонять редуты, как оборонять свою штрафную площадь, как выстраивать редуты, у них нету. Каждый действует в какой-то вот своей собственной манере, и фактически не то, чтобы мешают друг другу, но совсем себя не дополняют. И ход матча показал то, что это, наверное, все-таки вынужденная мера, и если бы Макеев мог, он бы сыграл в этом матче, но он не появился даже на замену, и либо его выкупает Зенит, и поэтому его решили не использовать, либо Макеев действительно получил небольшое повреждение, и поэтому его решили поберечь, выпустили вот такую пару центральных защитников, и это в очередной раз история о том, насколько у нас негибкий состав, потому что вылетает Макеев, и все, вот только это сочетание футболистов в вот этом вот квадрате у нас возможно только едва и Пабло оборона, только Баринов и Куликов полузащита. Бека-бека хоть и прилетел, и сегодня показал товар лицом, но понятное дело, что в стартовом составе его, конечно, никто не ждал, и появиться он там точно совершенно не мог. Справа Живоглядов, слева Рыбу, Живоглядов это игрок, точнее, позиция правого защитника, она тасуется у нас постоянно, то Рыбчинский, то Сельянов, то Живоглядов. Сегодня Сельянова не было даже в запасе, тоже, наверное, думаем о каком-то повреждении, но раз не было в запасе, то вероятнее всего думать именно о травме. Два центральных полузащитника, уже сказал, это Баринов и Куликов, над ними два полузащитника по краям, ну как над ними, ну, номинально это все-таки вообще одна линия, 4-4-2, но во время атак они очень сильно уходят вперед, в то время как Куликов и Баринов, они остаются все-таки достаточно глубоко внизу. Рыбчинский слева, Рифаджи Малединов справа и два нападающих Камано и Смолов. Смолов, как обычно, не привязан к конкретной позиции, бегал на правом фланге, на левом фланге в штрафной, опускался за мячом в центральный круг, в общем, фантазиста и десятка, которая сама определяет для себя свое место на поле. Матч начался с шквала атак Динамо, нам было очень тяжело выбраться из-под прессинга. 15 минут Динамо зажимало нас на своей половине поля, у нас ничего не получалось, но в какой-то момент, во-первых, Локомотив все-таки не пропустил, хотя моменты были у Динамо, во-вторых, Динамо сбавило темп агрессии, сбавило темп прессинга и Локомотив начал выходить на чужую половину поля, сначала достаточно робко, потом с попаданием в штангу, а потом очень похожие атаки все время проходили, примерно правый край страдал, правый край атаки нашей, левый край обороны Динамо страдал и в итоге все это привело к тому, что от Рыбчинского, от Смолова мяч пришел к Рыбчинскому, от Рыбчинского обратно к Смолову, Смолов развернулся и саданул в дальний угол. Смолов в потрясающей форме находится, я с первых туров не устаю его хвалить, он сейчас, ладно, голы, голы это то, что Смолов периодически показывал и раньше, но качество игры Смолова, по крайней мере, минут 60, наверное, первых, оно на высоком уровне, дальше ему тяжело, дальше физической готовности, судя по всему, не хватает, но первый там минут 60 он проводит на высоком уровне интенсивности, постоянно помогает партнером и справа, и слева, и в подыгрыше, в общем, ну вот, если брать вот этот вот отрезок из шести матчей, то совершенно честно и без каких-то вот даже сомнений, Федор Смолов для меня лучший игрок этого отрезка, вот этих всех шести матчей, ну и голевые подвиги, конечно, в том числе, шесть голов в шести матчах, лучший бомбардир вот этого отрезка, нельзя это не замечать. Локомотив забил, Локомотив в принципе мог забить и второй, Рыбчинский здорово ворвался, обыгрался, по-моему, с Камано, на протыке получил мяч и пробил уже по пустым воротам, но там случайно оказался Ордец, я думаю, что это достаточно поворотный момент, потому что будь 2-0 и поверни ситуацию так же, как и в матче с Краснодаром, то Динамо уже бы не вырулило, но на 1 гол Динамо сподобилось весь матч, к сожалению, весь матч у нас была одна и та же проблема, она не исчезла до самого конца, даже когда уже вышел бика-бика, по большому счету проблема центрального полузащитника не исчезла, каждый раз, ну, раз 10 за матч, наверное, точно Динамо смогло найти игрока где-то около радиуса нашей штрафной, ну, там, метров 3-4 от радиуса нашей штрафной, передачами его каждый раз находили, он разворачивался и бил поворотом, это мог быть Фомин, это мог быть Захарян, это мог быть Макаров, это, к сожалению, в какой-то момент оказался Шиманский, Муро еще несколько раз пробил, это, к сожалению, оказался для нас Шиманский, который всандалил мяч в правый угол и ни едва и ни Пабло ничего с этим не могли сделать, они пытались накрыть, но совершенно не успевали. Сложно сказать, чья это ошибка, очень хотелось бы разобрать этот эпизод, наверное, сделаю это чуть попозже, но в каждом конкретном эпизоде по большому счету проблема была в схеме и во взаимодействии наших футболистов, которые с Краснодаром играли совершенно по-другому, совершенно другой футбол. Каждый раз, когда в похожей ситуации в матче с Краснодаром получали мяч игроки Краснодара, на них все время выдвигался игрок обороны, это был либо Макеев, либо едва, он все время выбегал, он все время мешал, там была своя проблема, там классы награл пяткой и после этого Кордоба оставался один в один, например, с едваем, но здесь никто не выбегал и в итоге получалось вот это вот пространство для ударов, я не знаю, связано ли это с отсутствием Макеева, связано ли это с какими-то тренерскими заданиями, но тем не менее, факт остается фактом, каждый раз это происходило и мы пропустили один, а в принципе, наверное, чуть полетти удары у других игроков Динамо могло и закончиться все более плачевно. Второй тайм снова начался с 15 минутки Динамо, когда было прям совсем тяжело, потом были, наверное, минут 10-15, когда локомотив вроде бы что-то смог наладить, но это быстро закончилось и Динамо начало давить, 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 создавать моменты, было, наверное, два еще момента, кроме тех, что они забили, которые должны были заканчиваться взятием наших ворот, это Тюкавин, который не попал уже после того, как Гилерми сделал сейв, Тюкавин не попал в открытый угол, там был едва, но забить можно было. И момент ордица Тюкавина, которые полетели на дальнюю штангу и не смогли в итоге переправить мяч в сетку. Мы на это ответили только моментом Лисаковича, в котором, а, двумя моментами, двумя выбеганиями в контратаку, одну запорол Камано неточным пасом на Смолова, другую Лисакович, который зачем-то стал перекладывать мяч под левую, вместо того, чтобы просто шандарахнуть с правой в ближнюю 9. Как, например, часто Фарфан делал, мне вот вспоминается гол, наверное, в матче с Ахматом, да, это было, когда мы пропустили где-то на 85-й минуте, и после этого Миранчук просто взял мяч, протащил его, отдал передачу на Фарфан, Енисею, Енисею, и Фарфан просто вклотил в ближний угол, совершенно не думая. Лисакович сделал полную чушь, мяч был под правой ногой, просто вваливая его в ворот, у тебя шикарный удар, и ты должен такие моменты забивать. В целом, да, Динамо больше наиграла на победу в этом матче, и, наверное, не стоило бы удивляться. Я, собственно, и предсказывал, что именно этот матч будет для Локомотива самым сложным, именно его я боялся больше всего, но в этом тройнике три матча подряд, которые Локомотив провел, Зенит, Краснодар и Динамо, Локомотив набирает пять очков, больше половины, и, на мой взгляд, это отличнейший результат, потому что дальше, если посмотреть по календарю, Локомотива достаточно простая сетка. Да, понятная будет Лига Европы, которая будет мешать, но гораздо меньше, чем мешала Лига Чемпионов в прошлом году, когда там просто матчи насыпаются. Здесь все будет в более лайтовом режиме, гораздо больше недельных циклов, и Локомотив их должен выдерживать сто процентов, особенно, если будет еще усиление, и Локомотив сможет, по крайней мере, центр поля под контроль взять, если еще и в нападении будет, да, там, Джерана Керк, Герана Керк, не знаю, как правильно, то это будет вообще шикарно. Сегодня вышел БК-БК, и, мне кажется, он всех успел поразить за те 20 минут, которые ему отвели. Во-первых, никто не ожидал, что БК-БК сразу сходу, ну, я точно не ожидал, что БК-БК сразу сходу появится на поле. Достаточно, это, конечно, была вынужденная мера, Живоглядов получил травму, у нас нету особо вариантов, поэтому пришлось Рыбчинского двигать направо с левого края атаки на правый край обороны, перестраиваться на 4-2-3-1 и БК выпускать как десятку вообще. Потом еще перестроения случились, у нас ушли Смолов и Жамалединов, БК уже стал конкретно полноценным центральным полузащитником, еще Куликов ушел, насколько я помню. Ну, в общем, перестроений в этом матче было очень много, БК успел поиграть и центральным полузащитникам, и атакующим полузащитникам. Посмотрим, где он в итоге окажется, но главное, что он не играл правым защитником, как, в принципе, тоже мог бы. И за эти 20 минут он и в отборах поучаствовал, и пас просто потрясающий выдал на Лисаковича, который нужно было завершать хотя бы ударом, поворотом, и технику свою показал, и то, как он под прессингом мяч сохраняет. В общем, 20 минут презентации Бекки лучше, чем любая нарезка, которая может только дать нам вайскаут или какие-либо другие программы. Ну, то, что я видел, да, многие, конечно, призывают, давайте не делать скоропарительных выводов, но факт есть факт, человек приезжает из второй французской лиги, человек два раза тренируется с локомотивом, выходит и играет ну, просто супер уверенно, абсолютно никого не боясь, что там, три игрока Динамо на меня наседают, ну, ладно, я, пожалуй, уйду вот сюда, вот так, вот так, вот и отдам точную передачу. Круто, круто, для меня прям отрада для глаз была, я ставлю высокую оценку и надеюсь, конечно, что Бека станет для нас важнейшей фигурой в центре поля, тем более, что такие деньжища отданы. В целом, в целом отрезок вот этот из шести матчей для меня получился по моим оценкам очень хорошим, 12 очков набрано, 2 очка за матч, чемпионский график есть, выдерживаем, пускай находимся на четвертом месте с двухочковым отставанием от лидера, но если мы продолжим играть вот в таком темпе, то все будет хорошо, а дальше, по идее, должно быть все гораздо проще, потому что в этих шести матчах мы успели сыграть с Зенитом, с Краснодаром, с Динамо, еще и ЦСКА успели огреть, и с Уфой на выезде, где все испытывают громадные проблемы, Зенит тот же не смог их обыграть, как и мы, так что в целом потеря очков там не особо страшна. как-то вот так я все это вижу, фух, говорю много, разговариваю много, но вроде все, что хотел сказать, рассказал, новостей вроде особенно более важных не было, но если что, напоминайте, фух, помпон 7, ну начнем, пар туи, ура стрим, по матчу, опорная зона провалилась ужасно, не понял, почему Бару Куликова не заменили на Магу или Беку раньше, да и в целом, почему Марку тянул с заменами, но тут все очень легко объясняется, Макеев не готов был даже на 5 минут играть, иначе бы он 100% вышел, а Бека, видимо, ну, готов на данный момент сейчас минут на 20, в лучшем случае, он только-только из Франции, он давно достаточно не играл, после Олимпийских игр у него не было игровой практики, и в какой форме он сейчас находится, это, конечно, большой-большой вопрос, ну и он не знаком банально с партнерами, чтобы целый тайм выдержать, это же не Крыховик выйти из листа против Спартака играть, тяжело парню 20-летнему, вот, а почему он тянул с заменами, так нету никого, нету, все, вот, для того, чтобы хоть что-то поменять, тебе приходится вообще все нафиг перекраивать, для того, чтобы там живоглядово заменить Рыбчинского оттуда, этого сюда, вот этого туда, вот тут, ну некого менять, не на кого, нету игроков, и вот сейчас они должны наконец-то приехать. ходят слухи про Керка, но я все равно не понимаю, зачем нам Вингер, срочно нужен центр форвард, а то будем играть Феди и Лисом, второй, как известно, не ахти. Не вижу проблем играть с таким Феди, как есть сейчас, не вижу проблем с тем, чтобы играть, например, в 4-3-3, и когда у тебя все три форварда могут забивать и могут отдавать, вообще не вижу проблем. И Керк может играть нападающим? Я не знаю, что-то так взъелся на Керка Вингера, у нас Фарфан, лучший нападающий последних лет, приезжал конкретным Вингером, который всегда только Вингером играл, но в итоге в нападении это просто эталон для меня последних лет, как должен играть нападающий. Тим, веришь в Лисакович или он станет игроком замены в Лока? Я не верю, что Лисакович станет игроком основы Лока ближайший год точно, но ему многого не хватает. Он очень активный, он очень бойкий, он очень старательный, но вот такие моменты, как сегодня, нужно превращать в качество. Я бы понял, если бы Шунин отбил, я бы понял, если бы там, не знаю, каркас ворот или что-то такое, но не довести это до удара в такой ситуации он права не имел. До этого в матче с Краснодаром он не отдал Смолову в ситуации, в которой обязан был отдавать. И вот эти вот решения, которые он принимает, это гораздо хуже, чем если бы он исполнял, но не исполнил. Для меня это гораздо хуже, потому что научить игрока бить поворотом можно, а научить игрока принимать правильные решения практически нет. Какая же пропасть между молодыми иностранными и нашими? Хочется болеть за наших ребят, но ведь кайфове, когда очень серьезные зарубежные молодые таланты рубятся за твой клуб, показывай класс. Я много сегодня уже успел прочесть о том, что вот молодые таланты в иностранные гораздо лучше, чем молодые таланты российские, но я, честно говоря, не очень понимаю эту риторику, хотя бы потому, что против нас играл Арсен Захарян, который на 2 года младше Бекки и показывал очень качественный футбол. Против нас играл Костя Тюкавин, который в конец задолбал, что Пабло, что Едвая, от него там все отлетали и он на год младше Бекки. Фомин, конечно, не молодой игрок, но он давал очень высокое качество. Поэтому зачем противовоставлять наших, не нашим, я не очень понимаю. Просто нужно им доверять, просто нужно им давать играть. Мы в свое время дали поиграть Мухину, оказалось то, что он умеет играть в футбол. Дали поиграть Сирьянову, умеет играть в футбол. Ну вот Бека умеет играть в футбол вот так вот. Окей, у нас таких футболистов нету, потому что у нас немножко другой стиль игры и у нас в принципе это не особо приветствуется. Но другой стиль игры не означает то, что он неправильный. Да, там Захарян не будет в центре поля вот так вот раскидывать игроков с риском дальнейшей потери. Это больше Франция, это Португалия там постоянно любят так делать. Испания, вот это все техничные ребята. У нас больше нордический стиль. Вы не найдете там, не знаю, шведов или датчан, которые вот так вот играют. Они у них тоже получили мяч и пульнули вперед. Едвай топ, Бека топ, Жема и Федя в прайме, почему же не можем Динамо обыграть? Ну, Динамо тоже в прайме сейчас находится, серьезно. Динамо реально сейчас одна из сильнейших команд России, потому что оно очень управляемое. Это шикарная тренерская команда, которая четко понимает, как ей играть и с разными командами играет по-разному. Закрывает слабые зоны свои собственные, закрывает сильные зоны соперника, бьет в слабые точки. Динамо в этом плане очень хорошо и работа у Шварца и у Бувыча отлично проходит. Есть у них слабинка, которая, как мне кажется, не позволит им вести весь сезон на вот таком вот уровне, чтобы в итоге стать чемпионами, но я думаю, что они будут очень высоко. Второе, третье место, я думаю, будет за Динамовцами. А может и первое, может и первое, почему бы и нет, особенно если они сейчас усилятся и закроют свои слабые места. Как же плохи наши российские игроки при давлении и прессинге соперника. Приехал Бека из второй лиги Франции и он уже четче, чем они, хотя это тяжелый матч и только 20 минут. Хочется Бару поддержать, но уже год в такой форме и это очень нехорошо. Эдакий наш забнил. Но опять же, у вас память как у золотой рыбки. У нас выходил Максим Мухин, младше игрок, чем Бека, и он вообще не терялся под давлением. Он спокойно выходил из-под прессинга. У нас играл Куликов, он постарше, чем Бека, но тем не менее, все восхищались, как он против Баварии абсолютно спокойно играет, там против Атлетика, крутит головой и отдает передачи, разбивая прессинг этих команд. А тут вдруг все, вот Бека вышел, давайте теперь наших игроков поносить. Нет, зачем? У нас есть классные молодые футболисты и 2001, 2002, 2003 годов рождения, которые могут в общем-то точно так же под прессингом хорошо себя чувствовать. Зачем противопоставлять? Зачем унижать себя и уничтожать себя? Но да, естественно, кто-то всегда можно найти футболиста, который сильнее, чем у тебя, потому что в мире миллион футболистов, а у тебя выбор из сотни. Конечно, ты в итоге найдешь человека, который сильнее, чем твои собственные. Вот бы состав Рыбчинский, Макеев, Едва и Рыбу, Избека, Анжарин, Камано, Жамалединов, Смолов, Керк. Мы бы с такой основой лигу спокойно взяли. Было бы очень неплохо и, судя по всему, очень похоже на то, что так будет. Смотря на сегодняшнего Бару и в меньшей степени на Куликова невольно задумываешься об обмене Антона на Марадишвили. Я поднимал эту тему о том, что можно, конечно, сколько угодно до посинения считать Антона Мирончука и Дмитрия Баринова лидерами Локомотива, но здесь и сейчас последние полгода в 2021 году супер успешном 2021 году ни Антон, ни Баринов не вносят решающего вклада в успехе Локомотива. Да, Бара где-то может неплохой матч выдать, может где-то Антон неплохо на замену выходил в концовке прошлого сезона, но ключевые футболисты, лидеры у этой команды другие и жить в прошлом и поэтому нет, 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 ни в коем случае не продавайте Антона, нет, 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 ни в коем случае не продавайте Баринова, ну, это не совсем правильно. Хотя Бару я очень люблю и все равно хочется, чтобы этот человек вышел сначала на свой уровень, а уже только потом куда-то уезжал, желательно в Европу, естественно. Очень бы хотелось, потому что он это заслужил. Антон тоже заслужил, и Антона, я желаю поправиться от этой фантомной травмы, которая у него, судя по всему, есть, его сегодня не было даже в запасе, но очень-очень, очень-очень чтобы они вышли на свой уровень, который сейчас они не показывают. Новички просто круть, те, что остались прошлого сезона, ну так все средние, Федька, Рифат, Рыба, да, но не прям вау. Бека-бека, прям топ, видно, что талантливый парень, умеет играть на поле, посмотрим, что дальше будет. Посмотрим, ему нужно, конечно, сильно прибавлять сегодня сердечко Йоколо, когда он начинал водиться, и в последний момент там успел проткнуть мяч на Рыбчинского, который еле-еле этот мяч еще обработал, да, я думаю, что мы еще увидим потери мяча от Беки, которые будут приводить к атакам на наши ворота, и нужно просто это принять, что это будет, и что те вещи, которые он дает в другие моменты, они приводят к большей пользе, чем те моменты, которые он привозит, по крайней мере, первый год, так точно. Согласен с тобой, что если еще приедет Анджурин, будет намного лучше в центре, и можно будет не беспокоиться за такие провалы в центре, как сегодня. Конечно, конечно, очень сильно не хватает игрока в центре поля, который может просто всех успокоить, и спокойными передачами в центре, спокойным дриблингом, спокойными раскидываниями уничтожать прессинг соперника. Плюс, конечно, нужен еще и форвард, который будет цепляться за мячи, которые этот человек раздает. Пабло хороший человек, мне нравится как игрок, но не для основы должен быть или Мурила, или Макея в большинстве матчей. Еще бы Напа на замену или в пару к Феде. Я по-прежнему не имею ничего к Пабло, но для Пабло нужен определенный стиль игры. Стиль игры, в котором мы стоим низким блоком сзади. Сегодня Пабло был вполне нормальный. Мы стояли низким блоком сзади и Пабло был нормальный. Но современный футбол требует немножко других действий, поэтому я четко понимаю, почему Пабло не основной игрок в нашей команде. Но если нужно стоять и обороняться, то Пабло прекрасен, Пабло очень хорош. Если слухи правдивы и подоспеют усиление, то кажется у Лока все будет хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Ну дай бог, дай бог. Музыку для стрима Ханс Циммер писал. Нет, он был занят Краснодаром, поэтому пришлось воспользоваться бесплатными наборами музыки. Конечно, чем занимается Краснодар, это большой вопрос у меня. Такие впечатления от едва и на этом отрезке. Мне пока кажется, что хороший трансфер сегодня прям во многих моментах выручал и хорошо играл на опережение. Ну, едва у нас был сегодня лучшим футболистом на поле. Смолов забил, он второй, и третьим я бы поставил Куликова, наверное, но едва 100% первый и лучший на поле сегодня и в прошлых матчах он прекрасен. Мне очень нравится. Хотя сегодня, наверное, похуже, чем с Краснодаром. Да, вот этих моментов, когда он на опережение вырывал мячи, вот их не было, и это меня удивило, и об этом я и пытаюсь сказать, что сегодня едва и стоял внутри своей штрафной и в основном играл на врывах, да, там, караулил игроков, отбирал мячи, прерывал прострелы и все такое, а не выдвигался вперед для того, чтобы кого-то обокрасть в момент приема. Вот этого не было, а этого я от него очень жду. Я не знаю, это тренерская установка для того, чтобы не было дисбаланса едва и Пабло, хотя Пабло как раз пытался выбегать вперед и играть на опережение, но этого чуть-чуть мне не хватило, но тем не менее это очень классный игрок, и я думаю, что, я не знаю, кстати, его, наверное, не вызвали в сборную, но я думаю, что сейчас вот эта вот пауза, она пойдет им очень сильно на пользу, и мы увидим еще более крутого едва. Кстати, тебе понравился Пабло, но как-то все равно пожар был у нас штрафной, но в целом это ладно, без явных косяков, но вот Кули с мячом и без мяча огромная разница, у нас постоянно вскрывали центр не в последнюю очередь из-за него гигантские ошибки в выборе позиций и в игре без мяча. Я не согласен, я больше к Барри предъявляю претензии, Куликов как раз очень часто оказывался тем единственным человеком, который и прерывал прострелы и оказывался в последней инстанции тем человеком, который нас спасал от неминуемого гола. Если вот постоянно мяч выкатывался, вот 10 раз он выкатился в итоге, так что удалось динамовцам пробить, но еще раз 20 он не выкатился только потому, что Куликов стоял и выбивал эти мячи и добегал до нужных зон. Так что я не согласен, для меня Куликов это вот примерно топ-3, может быть топ-5 игрок в локомотиве сегодняшнего матча. Мне понравилось, мне понравилось сегодня Даня. Но это понравилось в рамках этого конкретного локомотива, мне все равно совершенно не понравилось то, как в принципе играла наша центральная зона при 4-4-2, вот эти вот два центральных полузащитника, они должны гораздо больше и гораздо круче играть впереди, чем у нас играют Баринов и Куликов. Едва сегодня батя. Неприятно, что просто потеряли со второй половине, но ведь вот он уровень Лиги Европы по сути, когда тебя прессуют, а ты лишь играешь на отбой. Но это не уровень Лиги Европы, это уровень российской премьер-лиги в конкретном матче с конкретными турнирными задачами. Я прекрасно понимаю, что вы все хотите 18 очков в 6 матчах, желательно, чтобы в каждом матче было от 3-0 до 6-0, но этого невозможно, особенно, когда у тебя проблемы с составом, особенно, когда у тебя одновременно выпадают Мурила и Макеев, и ты просто начинаешь в какой-то гребаной пятнашке играть, пытаясь как-то всех на поле разместить. Особенно, когда ты надеешься, что у тебя твой главный форвард Зелуиш, а он не играет в футбол. Вот в такой ситуации играть в футбол очень тяжело, ну, реально тяжело, Динамо против нас выходит в своем оптимальном составе, в оптимальных кондициях. Мы выходим в черт знает каком составе, по черт знает с какими заданиями на эту игру, и еще держа в уме, что у нас вообще-то Лига Европы, и нужно грамотно распределить силы, а не так, что вот сейчас начать, а осенью в очередной раз повалиться. Как мы это делали год назад, когда мы хорошо начали, а осень провалили? Я думаю, что нужно быть немножко все-таки как-то поснисходительнее к нашей команде, которая выдала шикарнейший старт. Я проверил, за последние пять лет мы максимум на одно очко больше имели. У нас было 13, сейчас 12. и это вот в текущих условиях, когда очевидно, что Локомотив находится в очень неоптимальных условиях, в очень неоптимальных по составу. Профессорский матч от Тины. Керк сейчас для нас то, что надо, он вообще может в центре нападения играть или чисто подмена жеме? Он может играть в нападение, чисто в нападение, у него были такие периоды в Утрехте, но довольно давно. Все-таки Керк это чисто скорость, Керк это мощь и кстати, отличное понимание футбола, его передачи, они тоже очень крутые, очень интересные и необычные для обычного флангового бегунка. Он придумывает классные вещи. Надеюсь, что мы их увидим. И я рекламирую Керка, не обосрусь, не буду с меня пальцем тыкать и говорить о том, что вот это вот чудо ты хотел, вот это вот чудо, а он почему по мячу не попадает. Надеюсь, что Керк окажется в локомотиве и окажется тем, что надо. Но я уже говорил о том, что мы сейчас уперлись 4-4-2, но если у нас будет игрок уровня Анжарина в центр, если у нас будет игрок уровня Керка на фланг, то мы же можем вполне играть 4-3-3, тогда это будет еще круче. 4-3-3 с Анжарином в центре, БК-БК слева, Куликов или Баринов справа, верхняя тройка Смолов, Керк и Камано, или Смолов, Керк и Жамалединов. И это будет прям очень здорово. И появится глубина скамейки, у нас тогда сможет выходить Камано из запаса, у нас тогда сможет выходить там Куликов, например, из запаса. И таким образом все будет гораздо-гораздо круче. Как думаешь, почему Динамо настолько хорошо нас сегодня давило, чего нам не хватило? Игроков нам не хватило, нам Макеева не хватило очень сильно. Макеев, который в предыдущих всех матчах играл от звонка до звонка, а сегодня не вышел ни на минуту. Вот очень сильно не хватало Макеева. Потому что помните, как Локомотив играл в концовках матча с Краснодаром в ЦСКА, когда вот выходил Пабло, над ними чуть-чуть выше играл Макеев, и те вообще ничего не могли сделать с нами. Вот это очень сильно не хватило. Понравились Смолов, Жамалединов, Обе, Рыба, Едвай, Бог, Ну и Вака-Вака. Не понравился Камано, местами был неплох, но в целом так себе. Бабара, кстати, норм. Удивительно, он даже живой не выглядел сегодня мешком. Ну, не особо мне понравился Живоглядов, но я не могу сказать, что он мне не понравился. то есть ничего плохого о Живоглядове я сказать не могу. Но, к сожалению, я и мало что хорошего могу сказать о Живоглядове. Но это был средне хороший матч для Димы. Жалко, что в очередной раз он доиграть его не может до конца. Это, кстати, тоже очень неприятная тенденция, что постоянно живоглядов в какой-то момент берет и садится на поле и просит замену. То есть мышцы не выдерживают. Это плохой знак. Пабло, кстати, сдал. Может, слухи о возможном уходе повлияли, теперь не чувствует себя так уверенно. Я не знаю, в чем вам сдал Пабло, честно. У него один провороненный момент после стандарта, когда проворонили, не помню, кто делал скидку, и эта скидка пошла на дальнюю штангу, и Пабло проворонил рывок этих игроков. Это с Пабло, кстати, случается не первый раз. Вот в таких ситуациях Пабло достаточно часто косячит. В целом же, в чем он вам не понравился, я, честно говоря, не очень могу понять. Практически все единоборства, которые должен был выиграть, он выиграл. Давайте, наверное, самое время посмотреть на статистику игроков. Лучшего игрока дали Лаксальту, я вообще охренел, если честно. Лаксальт провел для меня абсолютно серый матч, и фактически из его зоны пришел гол, который забил Федор Смолов. ничего опасного Лаксальт не сделал, его навесы очень легко прерывались, и потом ему в ад сдают лучшего игрока матча. Ну, это, не знаю, что-то из разряда Мухина, когда человеку надо просто дать, чтобы он почувствовал себя в своей тарелке, чтобы он почувствовал, что его ценят и любят. Гораздо круче Фомин сыграл, просто на две головы Фомин лучше сыграл, и стал одним из факторов, благодаря Динамо, благодаря которым Динамо играла с таким преимуществом над Локомотивом. Очень круто играл Тюкавен, который замучил Едвая и Пабло, не забил, не смог реализовать свой момент, но активность просто зашкаливающая. Отдают в итоге Лаксальту, и я вам сейчас его статистику покажу. Ничего себе, у меня уже тут все настроено, класс. Диего Лаксальт вот по инстатиндексу раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой в Динамо, у него один удар неточный, очень высоко мяч пролетел, вообще не опасно, один фол сам сфалил, один раз на нем сфалили, 56 передач это довольно много, да, второй в команде после Ордитса центрального защитника, третий, Варелла на другом фланге отдал гораздо больше, точность 73, не ахти какая, одна ключевая передача и та неточная, тоже странно, 21 единоборство, тоже не лучший, да, там 25 у Захаряна, 24 у Фомина, 33 у Макарова, 22 у Тюкавина, ну, то есть, как бы не лучший, и 52 процента, то есть половину он из них еще и проиграл, игроком обороны, и этот игрок лучший, странно, странно, ну, то есть, вот Фомин, который 3 ключевых отдал, 24 единоборства, треть из которых, ну, только две трети из которых удачные, 3 удара, один из них в створ, ну, в общем, на мой взгляд, Фомин однозначно герой этого матча, но это проблема Динамо, у нас, к сожалению, есть свои проблемы, и, например, то, что никто не наиграл даже на 300 у тракториста, это большая проблема сегодняшнего матча, интенсивности нам не хватало, и качества игры не хватало, Федор Смолов 268, Пабло 267, Е2 267, Живоглядов 261, Алексис Аделин БК БК 253, успел настрочить и попасть в топ-5, на секундочку, очень здорово, по-прежнему, Федя в единоборствах, 22 единоборства, второй после Жималеддинова, да, не особо они успешны, но для игрока атаки одно единоборство из 22 успешных, и он уже герой, так что, в целом, их много, и это говорит о большой вовлеченности Федя в игру, и это очень здорово, 23, 39 у Жималеддинова, ну, так себе, у Пабло 15 единоборств, 67% успешности, у Е2, а Гроссмейстерские, 85, я говорил, что все, что выше 80, это вау, ну, 67, это маловато для игрока обороны, не знаю, что конкретно здесь у Пабло не получалось, нужно иметь от 70, чтобы было хорошо, и от 80, чтобы это было Гроссмейстерски, ну, вот, Е2 и 85, это круто, реально круто, у него еще и ключевая передача нашлась, не знаю, кстати, в каком эпизоде, очень крутой матч, Е2, очень крутой, Живоглядов, 19 единоборств, 74% успешных, это, все, что выше 70, это хорошо, Бека, Бека, кстати, успел порадовать, одна ключевая передача точная, 5 единоборств, 2 трети, из которых успешные, 9 передач с точностью 89%, молодец, дай бог, чтобы и дальше в том же духе продолжал, давайте еще на Хускорт зайдем, Хускорт, что нам говорит, нет, не хочу, что нам говорит Хускорт, Хускорт нам говорит о том, что Тин Е2 и звезда матча 7,5, абсолютно согласен, Фомину ставит 7,1, ну, мне кажется, достоин больше, Шиманевский 7,4, Захарян 7,4, потому что гол и голевая, у нас Смолов 7,2, голевую Рыбчинскому не записали, а так бы тоже, наверное, семерка была, Пабло 7,4, да, то есть, я не знаю, вы говорите о том, что Пабло сдал по Инстату и по Хускорду 7,5, 7,4, шикарные оценки, то есть, выше чем 7,4, у Динамо нету, есть только Е2, 7,5, окей, Бека 5,9, но это, конечно, смех, не знаю, за что его так сильно не взлюбили, окей, тим привет, таким темпом после перерыва Куля и Бара на лавке, вполне может быть, вполне может быть, но матчей много, где-то на лавке, где-то в основе, где-то готовим игроков под Лигу Европы, даем отдохнуть, даем, то есть, как бы, когда ты играешь Куликов-Баринов и у тебя на носу Лацио, ты все равно не дашь отдохнуть Куликову и Баринову, потому что замена это, не знаю, там Бабкин и, кто еще, Петухов, ну, ты не будешь играть с таким центром обороны, с центром поля, а когда у тебя на носу Лацио, и ты даешь отдохнуть Анжарину и Бика-Бика, потому что выйдет Куликов и Баринов, отличные игроки, это другое немножко дело, почему бы и не доверить, особенно, если там матч, не знаю, там с Нижним Новгородом какими-нибудь, крыльями советов, так что это здорово, это здорово иметь четыре человека на две позиции в центром поля, очень плохо иметь их два, когда у тебя просто два, и ты, что бы ни случилось, точно все знают, что выйдет Баринов и Куликов, ну, если только Баринов не удалился, теперь нужно снова что-то придумывать, да, что бы ни случилось, как бы плохо они не играли, как бы они не привозили, у тебя других нету, ты все равно выпустишь только этих, как же Живоглядов отваливать ни ключу зарплату, с другой стороны, Нинахов не дал ощутимой разницы, грустно, лимит во всей красе, ну, мы посмотрели, как бы Живоглядов неплохой, в общем-то, матч провел, проблема в том, что в атаке не помогает, добавим после паузы потери сборника, скажутся, я как раз не думаю, что потери сборников скажутся, я очень хочу, чтобы у нас новички наигрались, а сборники, это Рефаджи, Малединов, Смолов, они между собой там будут играть, они между собой здесь будут играть, да, то есть это их связка, она будет работать, сборники, это Макеев, но не факт, что теперь, что он поедет в сборную, учитывая, что у него повреждения, и Гильерми, да, ну, ну, вратарь и вратарь, Тип с очень хорошим стартом, верится в борьбу за первое место, Тим, наверное, что скажешь по итогу этого отрезка, как тебе едва и по итогу четырех полноценных игр, отлично, полно отвечал раньше, замена Николича, нет ли ощущения, что через раз сильно с ними затягивает, и не аукнется ли нам это, нет ощущения, потому что я сам смотрел на список замен, и я не понимал, кого и зачем нужно сейчас выпускать, то есть не было такого, что, ну, пожалуйста, Николич, ну, выпусти вот этого, ну, выпусти вот этого, ну, просто не было никого, Лисакович, ну, вот он вышел, и что, и это не тот игрок, который нужен был Локомотива в этой ситуации, нужен был Зе Луиш, нужен был Трауре, Трауре, да, Трауре, Эдер нужен был, Трауре Лосина, наверное, который в Шахтере играл, был очень сильно нужен, Эдер, Эдер должен был, очень нужен был, но, их нету, У нас есть только Лисакович. А что может сделать Лисакович? Лисакович может убежать под передачу от бейки и переложить мяч под левую ногу, чтобы он совершенно точно не попал в ворота. Как думаешь, Ральф будет улучшать работу нашей Академии для того, чтобы дотянуть ее до уровня европейских лет? Это второстепенная задача. По Академии ничего не знаю. По идее, должен что-то из Академии тоже делать, но, насколько я знаю, пока ничего этого не происходит. По крайней мере, должны быть семинары для тренеров, чтобы Рангник дал изначальный вектор того, как работать с детьми. Знаю, что Рангник с Молодежной и с Казанкой вроде как общался, да, то есть с тренерским штабом и тренировки посещает, и вообще там такое достаточно плотное взаимодействие. Но с Академией вроде пока нет. Как думаешь, контратакующий формат это ситуативно или гиггенпрессинга пока ждать не стоит? Гиггенпрессинг это же очень сильно про контратаки. Гиггенпрессинг это перехватить мяч и желательно, конечно, на чужой половине поля, но резко убежать вперед, потом резко вернуться назад, перехватить мяч, побежать вперед. То есть гиггенпрессинг это не про владение мяча на чужой половине поля, к счастью. Гиггенпрессинг это перехват и контратака. Перехват и контратака. Перехват и контратака. Где достать такую же форму, как у тебя? Пума, это самая любимая Помню, не успел на распродажу после того сезона Ну, у меня она с того сезона, в который мы в ней играли Я думаю, что только на Авито На Авито наверняка есть старые формы Локомотива Добрый вечер, стартовый отрезок топ Да, да, 12 очков в таком тяжелом отрезке Это то, о чем можно было мечтать на старте Я уверен, что когда все получили календарь Никто не думал о том, что у нас будет 12 очков после 6 игр Я помню, что все говорили, что старт такой, что 0 очков будет И это будет очень хорошо для нас Если подпишут Тина и Керк Это будет лучшая трансферная кампания в истории Посмотрим, что они себя покажут Да, этому всегда же можно только по итогам говорить Но это самая многообещающая трансферная кампания в нашей истории 100% Объясни, пожалуйста, что полезного на поле делает Куликов Или он наш Бускес с незаметной для глаз пользой Ну, как минимум в этом матче он очень много сделал перехватов И оказывался в нужных позициях для того, чтобы игроки Динамо не смогли нанести завершающий удар Для меня главная польза Куликова сегодня была в этом Кто-нибудь из игроков в курсе существования твоего канала? Не знаешь, не передавали? Понятия не имею и... Не знаю, я знаю, была история, когда я очень сильно в сезоне 14-15 критиковал Диму Тарасова Я знаю, что ему как-то попался на глаза этот ролик про то... Я не помню, что конкретно я так наговорил Но что-то в духе того, что деды воевали, а вы не можете собраться на один-единственный матч Его это очень сильно разозлило, и он хотел поговорить Я знаю, что Виталий Денисов мне в Твиттере, по-моему, писал о том Что давай встретимся то-то и что-то это Когда я писал о том, что очередной безликий матч Виталия Денисова И он что-то хотел меня на стадион пригласить Это тоже довольно широко разлеталось в свое время Про канал, не знаю Да зачем это нужно игрокам? Игрокам это нафиг не нужно Два видео в один день, чемпионский график Что там по новичкам? Керк сейчас то, что надо, заиграет справа Ну, Керк это готовый футболист Если про БК БК мы говорим о том, что он нестабильный И сегодня он сыграл здорово, завтра сыграет плохо Керк это готовый, отличный футболист высокого для РПЛ уровня Заиграет ли он справа, не знаю Я пока даже не очень представляю, в какой схеме его будут использовать Пабло и Гилли были неуверенны Тим посоветую, к нам в команде FNL2 приедет Динамо М на кубок На Оренбург на кубок билет стоил 500 рублей На Динамо, наверное, будет в районе 1000 Динамо же наверняка дубль привезет Стоит ли оно того? Я не знаю, это ваши деньги Я, если вы... Ну, к вам в Оренбург мало кто заезжает из топовых команд Я бы, конечно, собрался и пошел Потому что молодежка у Динамо, она шикарная Вы прекрасно видите Захаряна и Тюкавина А в Динамо 2 играют не менее крутые ребята Собственно, Захарян и Тюкавин в прошлом году играли еще за Динамо 2 А теперь они разносят и играют за сборную России И там есть прекрасные совершенно ребята в Динамо 2 Которые близки к основе Которые сейчас там на скамейке сидят уже в Динамо Гладышев как минимум Не знаю, сейчас не смотрел состав Динамо 2 Но я знаю, что команда 2004 года рождения у них очень сильная И лидеры ее наверняка уже забраны И 2003 год тоже сильный был Я не знаю, но деньги ваши Я не могу советовать вам потратить 1000 рублей Вы потратите и скажете, что что-то на 1000 рублей Это точно не тянуло Не показалось, что Живоглядов сегодня выпал Весь второй тайм ругал его и ждал замены Нарапчинского Я не ругал Живоглядова, но он не был сильно вовлечен в игру С другой стороны, на его фланге Захарян и Лаксальт играли Он был постоянно задействован в обороне Тим, добрый вечер, как охарактеризуешь Керка? Он же у тебя был в фаворитах пару лет назад Ну, Керка я уже характеризовал сегодня весь стрим Мне очень нравится этот футболист Он очень разносторонний Он очень универсальный Он как дриблер, так и распасовщик, так и удар с обеих ног Конечно, есть минусы Конечно, оборонительная работа для Керка Это очень неприятная история Но то, как он бежит, как он работает с мячом, что он придумывает на поле Меня восхищает Куда пропал Мурила? Не знаю, не знаю, это большая загадка Честно говоря, начинаю уже подозревать, что не в травме там дело было Не знаю, что конкретно, но не было у Мурила какого-то серьезного повреждения в матче с ЦСКА Которые требуют теперь уже сколько? Трех недель отдыха Очень сомнительно что-то происходит Чатику привет с остальным соболезненным Тим, я запутался в заменах в этом сезоне в РПЛ Сколько можно и как? Что сам думаешь по количеству замен? Ну, как обычно, можно пять замен всего в трех паузах Что сам думаю, мне не нравится это Мне гораздо больше нравилось, когда можно было три замены Как-то сильно чистят тренеры с заменами И пять игроков менять, половину состава Очень часто это ломает игру И после этих замен смотреть становится гораздо скучнее футбол А Леша? А что Леша? Мне кажется, что если Анжарин провалится То это будет сильный удар по клубу и бюджету Ну, про любого игрока, за которого платятся деньги, можно так сказать Если Бека провалится, это будет сильный удар по клубу Если Анжарин провалится, сильный удар по клубу Если Креховик провалится, это будет сильный удар по клубу Если Жуау Марио провалится, это будет сильный удар по клубу Ну, да, но 100% вариантов в футболе не бывает. Вот сейчас Манчестер Юнайтед приобрел Криштиану Роналду. Насколько сильный удар будет по клубу, если Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтеде провалится? Насколько сильный удар будет по Парис Энджермен, если Месси окажется игроком одного клуба? Сильный, сильный, очень сильный удар. А если Мбаппе в реале не заиграет? Это очень сильные удары. И главное, что, ну, они очень часто случаются, эти удары. Рекордные трансферы, я помню, там, Верона покупали за космические деньги, Шевченко покупали за космические деньги, и не играли эти ребята так, как они умеют. Можно только минимизировать эти риски и пытаться как можно больше им давать шансов. Что думаешь насчет Герана Керка? Стоящий трансфер, он вроде как нечистый форвард, вингер скорее. Чемпионат Голландии не вселяет уверенности, там много голов, все друг другу забивают, и стата не всегда в дальнейшем находит свое продолжение в других чемпионатах, где играют плотнее в обороне. Да, но это не значит то, что любой игрок из чемпионата Голландии будет плохим. Иначе бы из Голландии не покупали каждый год за миллионы миллионов евро. Я считаю Керках отличным футболистом. Я вообще не верю в Раскина, ни секунды, никто не говорил про Раскина, кроме ложовых телеграм-каналов. Я не знаю, зачем вы тиражируете этого Раскина. Никакого вообще подтверждения нет. Есть подтверждения по Герану Керку, оно началось вообще в голландской прессе. Есть подтверждения по Анжарину, оно во всей английской прессе пронеслось. Какой Раскин? Бека вообще начался изначально в иностранной прессе Russian Football News, в которой потом начали в RMC форсить. Какой Раскин? Никто вообще не говорит про Раскина. Это кто-то придумал, и теперь давай тиражировать. Чел, по-моему, да, придумал в ложе прессе. Кто-то ему рассказал о том, что локомотив Раскиным интересуется. И давай все, Раскин, 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 Раскин. Не верю. И как этот, как антисты, да, так его звали, которого написал, чел просто придумал. Посмотрел список, а кто еще у агента Бекки есть? А, ну нападающий. Так, ну вот давай вот в этого выберем. И написал, что локомотив еще интересуется жировым антистом. А в этот момент антист уже контрактом со специей, или с кем он, куда он там в итоге перешел. Уже в финальной стадии обсуждения было. И очень смешной слух про Ебо придумали на FKLM News. Там уже просто откровенный уже степ идет, типа, я не знаю, можно ли доверять этой слух информации. Можно ли вообще верить, что такой слух существует. Но, по-моему, мы интересуемся Ебо из Австрии. И опять, давай, там, Служанка, Лока Ликс, Аебо, вот это все. И, господи, ну пожалуйста, ну. Включайте голову. Сильный Анжарин вряд ли провалится. Если что, обратно уедет за близкий, к тому же, деньги, игрок еще очень молодой. Ну, я, честно говоря, пока не очень понимаю вообще, почему Анжарин должен провалиться. Человек выходит и очень круто играет против Тоттенхэма с листа. Очень круто играет против Краснодара с листа. Почему он должен провалиться, я не знаю. У него классная школа. Он один из лучших воспитанников этой самой одной сильнейшей академии мира. До конца реле рассчитали за Ивановича. Не знаю, что думаешь о бельгийце из Спартака. Это клоун. И вся селекция Спартака клоунская. Санчо и Биллингем в Дорнмонде вырос. У Ольма вроде корни из Хорватии. Это помогало, но радуюсь, что к нам могут ехать, надеюсь, не только под имя Рангника. Он стухнет при Тухель, откуда у нас столько денег. Есть. У нас, как мне кажется, всегда были деньги. Просто тратились они немножко странным образом. А теперь тратятся на молодых перспективных футболистов. Это мне нравится гораздо больше, чем потратить 6 миллионов на Марио, 7 миллионов на Зе Луиша, 5,5 на Камано и так далее. Нанджукиш у нас уже в руках был. Если бы не было денег, Рангника бы не позвали. Я думаю, да. И какие-то определенные гарантии ему тоже давали, что вот футболистов такого уровня мы можем звать. Считая, что 10 миллионов норм прайса Анджа, с другой стороны, трансфер Макарова заставляет задуматься. Да, я считаю, что 10 миллионов это нормальный прайс за перспективного футболиста, тем более футболиста из Англии, где оверпрайсы это вообще нормальная история. Почему нет? Вообще, вообще, вот эта вот история про то, как сравниваются цифры в вакууме, она немножко меня пугает, потому что все вдруг неожиданно начали думать о том, а вот 10 миллионов это много или мало, а 5 это много или мало, а 12 это много или мало. И у каждого там своя какая-то картина в голове. Особенно страшно, что люди ориентируются на цены в трансфер-маркте и говорят, что 800 тысяч парень стоит, он же чмо полное, это же ужасно, а мы платим 7 миллионов евро, как это возможно? И у людей просто в голове не укладывается, что вот эта вот цифра может за одни сутки 800 тысяч смениться на 8 миллионов. За одни сутки, сегодня 800 тысяч, завтра человек прошелся, посмотрел, так, ну это, наверное, уже 8 миллионов. И резко цена выросла. Но в жизни-то не так происходит. В жизни не происходит, что человек засыпал, стоил, был дном за 800 тысяч, а проснулся гением футбола за 8 миллионов. В жизни-то не так, согласитесь? И вот этого люди, мне кажется, вообще перестали понимать. В прошлых годах была проблема. У локомотива был очень ограниченный бюджет, и нам говорили о том, что все, теперь у нас на усиление осталось 3 миллиона евро. И ты думаешь, стоп, если у нас на усиление осталось 3 миллиона евро, и у нас не закрыты две ключевых вообще позиции центрального полузащитника и нападающего, а ты только что слил 6 миллионов евро на людей, которые нам не нужны, эти 6 миллионов евро были потрачены бездарно. Но когда я вижу, что потратили 7 миллионов на БК, и у нас это не последние деньги, да мне насрать на то, сколько было потрачено на БК. Потому что дальше мы возьмем, условно говоря, Керка и Анжарина за те деньги, которых они стоят. Хороших футболистов за хорошие деньги. И какая мне разница, сколько они стоят, если они взяли хороших футболистов на нужные позиции, и еще и с очевидным потенциалом на рост этой самой цены. Ну какая мне разница, я вообще не понимаю вот этого. Я не плачу за эти трансферы, я не спонсирую футбольный клуб «Локомотив», кроме как, не знаю, там, покупкой календаря раз в год. И иногда билетов на казанку. Ну, серьезно, откуда вот эта вот бухгалтерская жилка вдруг проснулась считать деньги на трансфер? Ну, Краснодар купил за 20 миллионов Кордову. Ну, не плевать ли? Да, это, ну, странно выглядит. Мне кажется, что за 20 миллионов можно купить футболиста посильнее. Но он у них забивает. И не плевать ли, что он стоил для них 20 миллионов евро. В Краснодаре другое удивляет, что у них форвард за 20 миллионов евро, а в защите ровно один Сорокин и Каю иногда играет. Это немножко удивляет. Но в целом, опять же, ну, ты... Цифры в вакууме. Это просто цифры. Просто ничего не обязывающие, ничего не знающие, ничего не говорящие цифры. Жереблевка ЛЕ топ. Как будто не уходили из Лиги Чемпионов. Да, да, вполне такая жереблевка могла бы быть, если бы мы были, например, в первой корзине Лиги Чемпионов. Твой любимчик Тим. Сколько трансферных окон ты его хотел. Это правда. Будут ли трансферы в ЛОКО на выход? Если да, то кто? Ну, смотрите, если к нам действительно приезжает Керк, то, очевидно, совершенно должен уехать нападающий. Нападающий Легионер у нас два. Два нападающих. Это Камано и Зе Луиш. Камано вряд ли уедет. Он любимчик, во-первых, Николич. И Николич его приводил за ручку в Локомотив. Во-вторых, он в каждом матче на поле. А вот Зе Луиш... Большие вопросы. Так что я думаю, что будут просить Зе Луиша на выход. Кроме того, я не очень понимаю, что творится с Мурила. И тоже вполне себе допускаю, что Мурила может уехать. Тем более, что это игрок, за которого готовы платить деньги. И он действительно ликвиден в нашем составе. Один из немногих. Рангник смотрел клуб селекционера в 2018 году. Я думаю, что кто-то ему архивы слил или просто табличку показал. У меня на одном из прошлых стримов просили табличку. Может быть, Рангник пошел изучать снизов. Бека в порядке. Как думаешь, пойдут ли такие классные игроки в локу, учитывая факт возможного падения РПЛ в рейтинге UEFA? А ведь потом Еврокубки будут все сквалы начинаться. Ну, Австрия, насколько я знаю, до сих пор не особо высоко в рейтинге UEFA. Хотя, может быть, нас уже обогнало. Австрия, да, восьмое место у Австрии. Но долгое время Австрия находилась в полнейшей жопе, что не мешало Зальцбургу вполне себе здорово находить игроков и развивать их. Да, Локомотив станет локомотивом движения России вверх по этой таблице. Когда мы выйдем в полуфинал Лиги Чемпионов, мы наберем столько очков. Ахмед Ходжич — это оборона, да, соответственно, Керк вместо Зелуиш и Ахмед Ходжич вместо Мурила. Вот так и вписаться. В РПЛ убежать такое себе. Камано — пример. Вроде брали и за скорость, а в итоге выполняет роль Эдера. Но есть и другие примеры, как Муса убегал, как от стоячих, ото всех. Зачем же сразу на Камано-то пенять? Есть быстрые, скоростные футболисты. Посмотрите на то, как убегал от нас Азмун или Малком. Керк, я думаю, еще Малкома за поезд заткнет. Почему Керк только в 25 переходит в большую команду? Он домосед. Он никогда не рвался на выход. Он каждый раз говорит, ну, если продажа меня для Утрахта — это не жизненно важная какая-то необходимость, то я спокойно здесь живу, мне нравится. Мне нравится этот город, мне нравится эта страна, мне нравится команда, которая у меня выросла, и я готов отдавать ей всего себя. Каждое трансферное окно к нему был предметный интерес от клубов, от больших клубов. Я не знаю, что сорвалось. Он должен был порядка 10 миллионов за него какой-то итальянский клуб предлагал. В какой-то момент они отказались и, видимо, сделали другой выбор, но там уже практически все на мази было, и это было чуть ли не вот зимой или в это трансферное окно. Я сейчас уже запамятовал, потому что не так сильно за Керком слежу. Но Селтик постоянно думает, они приобрестили им Керка, и бельгийские клубы постоянно, там, Андерлехт думал, не приобрестили им Керка. Но Керк такой, ну а что я буду из Утрехта уходить? Мне тут нравится. А сейчас Утрехту надо. И вот Керк, как верный сын своего города, готов к переходу. Рассчитай ставку, точнее отмени ее, никто не забил. Да, давайте отменю, никто не забил, удалить, удалить, вернуть баллы. Сегодня худший Баринов и Куликов или тактически Николич опорку упустил. Можно, к примеру, Макеева попробовать. Но я бы не привязывался к персоналиям, вот честно. Мне не понравилась вся система этой игры, и вот в такой формации вот этот набор футболистов сыграл, наверное, на свой максимум. Просто, ну они не должны, вот эта четверка не должна выходить на поле одновременно. Должен быть вот еще один человек, типа Макеева, да, который бы их связал и было бы более-менее нормально. Либо в центр поля другие футболисты, которые бы по-другому играли. Или Пабло заменить на человека, который бы по-другому, в целом, да, оборона по-другому работала. Но вот так вот, как они играли, я не думаю, что это проблема лично Баринова, лично Куликова, лично Е2 и лично Пабло. За то, что вот в этом квадрате постоянно в центре была дыра, в которую приходил мяч. Голотцарай, Фалькау и Орда Туран. Ну, говорят, Фалькау, Голотцарай покидает. 5 сентября состоится товарищеский матч Локомотив ЦСК. Как думаете, на него будут пускать? Я бы сходил. Жеревевка так себе с одной стороны, с другой интересные соперники смотреть будет интересно. Я вообще думал, кстати, о том, что вот когда вот такая вот Лига Европы, то и новичков прикольно звать. Ты такой в Лиге Европы, но смотри, ты себя покажешь на виду у Лацо и Марселя. Да, то есть все вот, мир будет на тебя смотреть. А то, если бы мы попали в группу там с Загребом, с Лудогорцем, с Фенербахчей такие, Слушай, у нас Лига Европы, и мы будем играть с Лудогорцем, Фенербахчей, ой, Ференс Варышем. Покажешь себя, во, прям вот Англия за тобой будет следить во все глаза, как ты Ференс Варыш обыграешь. Ну, согласитесь, не то. А тут вот Лига Европы, крутые соперники. Покажешь себя на фоне Лацо, вот твоя трансферная стоимость выросла, твоя зарплата выросла. Надо будет сдерживать по Е, а в защите Марсель играет через пень-колоду. Ну, реально я боялся Марсель при Виллаж Боуша. Они в Лиге Чемпионов не очень хорошо играли, но в целом для русских клубов это была бы смерть. Но потом Виллаж Боуш сказал то, что в гробу он видал этот Марсель, и теперь я не особо боюсь его. Не боишься, в прошлый раз в Турции наших болельщиков побили, полиция там тоже жестила. Нет, вообще, вообще не боюсь. Привет, Ежелока, спасибо за Мухина. Да не за что, я продолжаю радоваться каждому матчу Мухина в ЦСКА. Шикарно играет в очередной раз, помог ЦСКА набрать максимум очков, которые только возможны были в этом матче. Да нет, ну, серьезно, чего бояться. Я смотрел матч Локомотив Аполлон, будучи в самом сердце кипящего котла киприотов. Киприоты болеют ничуть не менее жарко, чем турки, и ничуть не менее сумасшедшие. Ты ведешь себя адекватно, с тобой ведут себя адекватно. Да, ты не лезешь на рожон, не тычешь им там шарфом Локомотив в глаза. И я приду и спокойно посмотрю футбол вместе со всеми. Если будут вообще пускать, потому что сейчас в Турции на футбол не пускают, к сожалению. Едва и Пабло по отдельности хорошо сыграли. Мне показалось, да, едва и на перехватах, а Пабло весь верх снял. Почти украинца упустил. Я с этого начал, что по отдельности, и к едва и у меня нету претензий по отдельности, и к Пабло у меня по отдельности нету претензий. Но вместе у защитников должна быть синергия. Один идет, другой подстраховывает. Другой идет, этот его подстраховывает. И в итоге два человека, ну что такое синергия? Это когда один плюс один равно три. У нас один плюс один по-прежнему равнялось двум. И это была проблема. Просмотр Мородишвили. Я немного не понял, почему раньше не выпустили Лисаковича. Было же видно, что команда просела, и нужен был человек, который хорош в прессинге и может убежать в контратаку. Атака очень хорошее начало сезона. Ну потому что Лисакович не для этого футбола. Лисакович для футбола, в котором Локомотив контролирует мяч. Убежать он, конечно, может, но что толку? Зацепиться за мяч у Лисаковича не получается. Вот мы уже во многих матчах это видели, что в борьбе, в цеплянии за далекие выносы, что Смолов, что Лисакович бесполезны. У нас нету сейчас футболиста, которого мы могли бы поставить вперед, и он бы за эти мячи цеплялся. К сожалению, нет. Таким бы должен был у нас быть Зелуиш. Живоглядов в последнее время что-то не доигрывает матча, хотя играет один через два. Это еще один камушок в медицинскую команду. Немного напрягает, что у нас нет жесткого графика. Что еще нет жесткого графика, а у нас уже минус мага Сильянов-Мурила. Да, меня тоже немножко стало напрягать наша ситуация с травмами. Не выдерживают футболисты, и это очень странно. Под прессингом наши полузащитники начинают бояться мяча, лишь бы его куда-нибудь отпихнуть подальше от себя. Что Бара, что Даня. Бека-Бека вышел и показал, какая должна быть психология у полузащитника. Это вы сейчас так говорите. А когда Бека-Бека потеряет мяч, и из-за этого пойдет контратака на наши ворота и будет забит гол, вы будете говорить совершенно по-другому. Почему-то не выбил мяч, почему-то не сыграл попроще. А у Беки есть такое. И я смотрел много нарезков, в которых Бека вот таким вот образом заигрывается. На него наседают. У него мяч отбирают, а все, и контратака там 3 в 1 в защитника. И сейчас про Беку-Беку знают мало. А через 2 месяца про Беку будут знать очень много. И на него, зная, что он вот так вот любит возиться с мячом, будет сбегаться по 3-4 игрока, и он будет терять этот мяч. Вот и вот к чему это приведет. Но это тоже важный этап для роста Бека-Бека. Просто не надо это переоценивать, это умение сохранять мяч под прессингом. Оно крутое до первого гола, когда мы пропустим супер важный мяч в такой ситуации. Тим, почему Лока так мало бьет по воротам соперника? Откуда ж я знаю? Ударников нету? Хороших ударников нету, боятся бить. Вон Бара попробовал ударить, это же куром на смех было. Проблема большая была в том, что на последние дня Динамо 3-е поле, они постоянно подхватывали мяча, где наша опорная зона была. Не знаю. Почему никто не говорит, что, а главное, никто не спрашивает, что с Мурило Антоном и Магой? Ну, Мага был на поле, я не знаю. Может быть, сегодня кто-то все-таки спросил на пресс-конференции. А так, ну, низкий уровень журналистики, никому не интересно, что там с Макеевым. Всем интересно спросить у Рыбуся, понравился ли ему пост про Крыховика, что он может сказать про Крыховика, а вы специально били Крыховика. А Крыховик, как вам вообще то, что он ушел, Крыховик-то, ну, как вы восприняли? Вы же поляк, вы должны поляк за поляка. Крыховик-то как вообще? Спрашивают у Рыбуся 8 раз подряд. Не совсем понимаю, как мы собираемся играть в контратакующий футбол без активного прессинга. Позволяли весь второй тайм Динамо подходить вплоть, опять память, как у Золотой Рыбки. У нас только с Динамо были матчи, только с Динамо, больше никаких матчей не было. С ЦСКА не играли матч? Точно не было матча с ЦСКА, когда ЦСКА за весь тайм не мог на нашу половину поля выйти? Нет, не было такого. Ну, серьезно, ну что вы, как дети маленькие, видели матч с Динамо? Все, теперь будем играть только как с Динамо. Никаких других вариантов нету, только как с Динамо. Плевать, что у нас половину состава нету, а половина еще не подъехала, да, половина травмирована, половина еще не подъехала. Теперь отныне будет только как с Динамо, и я не понимаю, как мы можем играть по-другому. Ну, неделя пройдет, сыграем другой матч, будем контролировать мяч, не выпустим ни разу крылья советов на нашу половину поля. Ну, крылья вряд ли, крылья хорошо играют, там, не знаю, Урал не выпустим на нашу половину поля. Все, Локомотив теперь играет в позиционные атаки, и у нас не получаются позиционные атаки, ничего не понимаем. Как же будет играть Локомотив? Ну, давайте как-то комплексно, комплексно подходить. У нас 6 матчей сыграно, 6 пальцев, 5, а матчей 6. Лису Палыч после таких двух матчей сел бы минимум до весны. У нас всегда так, чем проще, тем хуже. У Марка вообще на постоянке этот странный ритуал с заменой правозащитника. Не напрямую, а через центр с разницей в 5-10 минут. Бара скорость РПЛ уже не тянет, удаляется постоянно. Но вот удаление, да, для Бара это неприятный знак, хотя вот в данном конкретном матче все делал правильно. Будешь болеть за сборную? Ну, я ее, по крайней мере, посмотрю, потому что там куча наших, 5 человек забрали. Но боления нет, у меня нет боления за сборную России. Прямо как Крых со Спратаком в стартовом матче. Но Крых уже был опытный профи, пришедший из ПСЖ. А тут Юнец Скана, красавчик Бекка. Динамо по игре лучшая команда лиги. Я бы не сказал, что она лучшая команда лиги. Есть Зенит, который надежнее и увереннее играет. Динамо одна из самых организованных и структурированных команд. На какую позицию сегодня вышел Нинахов, я не понял. На позицию правого защитника, а Рыбчинский двинулся наверх. Очень много брака в передачах было или показалось. Ну, по проценту не очень высокий. Такой чуть выше обычного, но не зашкаливающий. При Палыче и Чурлукова в нападение играл. Только мы и Зенит пока идем без поражения. И это очень круто. А в целом круто то, что Локомотив вообще в 2021 году из поражения имеет только 1-6 на выезде в Зенит. В Петербург. Да, то есть у нас там статистика уже матчей 20, наверное, в которых мы проиграли один раз. Это прям на самом деле очень здорово. В футболе так всегда забил, вопросов нет. Сделал что-то не так, сразу налетают. Обычная практика. Давай хоть на бариного говнеца накинем. Да, да, да. Неужто в Динамо порядок наконец-то навели? Ну, там есть четкий Бувыч, который всем заправляет в спортивном отделе. И есть Шварц, который идет в комплекте с Бувычем. И в одной упряжке они действуют очень здорово. И это единственно правильная история, которая должна работать в профессиональных клубах. И вот эти вот все кикнадзовские о том, что ему не нужен спортивный директор, ну, это ужасно было. Все, у Динамо все хорошо. У Динамо все стабильно, все в порядке, все нормально. У них четкое понимание, что им нужно и куда они двигаются. А это приводит к результатам. Я не думаю, что Марко будет сильно плакать от того, что ему приходится выпускать футболистов стоимостью по 10-15 миллионов евро, а не выпускать, к сожалению, как бы он хотел Куликова или Баринова. Он очень бы хотел, но вот приходится, злые черти заставляют его выпускать Анжарина. Ой, как жалко. Вот так Никольче, конечно, жалко. Бедняга. Если Азмун уйдет, он же всю жизнь, то он, вся его фактически карьера строилась к возможности поработать с Куликовым. Угу. Если Азмун уйдет, Зениту тяжело будет. С конями очень плохо играли, Азмун зарешал на индивидуальных. Будет тяжело, но на то он и Зенит продаст Азмуну, купит кого-то взамен. У Бары сейчас даже удара нет. А зачем тогда сейчас отменять лимит, если как раз вон сколько молодых, хороших выросло и подрастает? Это не вон сколько хорошо молодых выросло и подрастает. Это тупые немцы из Динамо вдруг неожиданно решили, что зачем-то нужно выпускать молодых россиян. Вообще странные ребята не знают то, что нужно молодых россиян мариновать минимум до 25 лет, пока они точно совершенно не забудут всего, чему их учили в школе. Это, ну, я часто говорил вообще об этой, эту мысль о том, что когда к нам приезжают какие-то иностранные специалисты, особенно те, у которых, которые сами себе хозяева, да, вот как, например, в Динамо сейчас никто не лезет к Шварцу и Булычу, они сами себе хозяева, сами себя определяют и доверяют, да, то есть Шварц полностью доверяет Булычу, что Булыч не начнет его снимать после, там, пяти поражений, да, условно говоря, что хоть они и заняли седьмое место или какое они там заняли в прошлом году, никто не уберет Булыча, никто не уберет Шварца, никто не уберет Булыча, да. И они начинают так, ну, парнишка вроде неплохой, давайте его подтягивать, он, конечно, ему сейчас нужно, там, матчи десять на то, чтобы прийти в себя, но мы видим, что он хороший, и давай подтягивать. У нас Булыч, да, то же самое делал, выпускал постоянно молодых и чувствовал полное доверие к себе, за что и поплатился, когда его сняли после девятого места. А у нас русские тренеры, они прошарены, они понимают то, что если ты не дашь результат, тебя-то снимут, поэтому, а кто у нас дает результат? Результат у нас дают тридцатилетние, поэтому давайте выпускать тридцатилетних, ну и вот так вот. Поэтому молодые есть, они были всегда, 95-й год, 96-й, 97-й, 98-й, 99-й, 2000-й, во всех этих годах рождения, огромное количество талантов. И в 2003 году, из которого вышел Захарян, у Спартака есть совершенно прекрасные парни, которые ничуть не хуже Захаряна, ничуть не хуже. Я точно вам могу сказать, что братья Шитовы, Владислав Шитов, он классный, он отличный парень, он не хуже Захаряна, он умеет играть в футбол. Или в Химках, там, Соколов, он умеет играть в футбол, классно. Дайте им играть, и они вам отплатят за это. Но нет, нет, они же маленькие еще. Пускай лет 20 им будет, 21-22, вот тогда-то, но они уже в 22 забудут, как они были молодыми и дерзкими, как они играли в футбол. Поэтому лимит вообще ни на что не влияет. На качество классных футболистов лимит не влияет никак. Может быть, да, вот эти вот графики, когда там рисуют о том, что мы сделали лимит, у нас стало больше россиян, стало больше мусорных россиян, которых вы никогда в жизни ни в какую сборную не позовете. Это вот мусорные россияне, которые теперь играют там в командах низкого уровня. Они вам не нужны. Сборные не нужны, сильным клубам не нужны. А на сильных футболистов лимит особенный никак не влияет. Особенно если тренеры адекватные. Бика это что-то вроде Диара. Посмотрим, посмотрим. А вдруг что-то вроде Диара. Смотрели пресс-конференцию Марка? Нет, не смотрел. Раньше Криховик такие матчи успокаивал, укрывал мяч корпусом, зарабатывал фолы на себе. Да, я помню матч с Динамо. Хотя, может быть, там не было Криховика. А нет, смотрите-ка. Криховик укрывал мяч. Сыграли, правда. Не очень. Но укрывал мяч, молодец, здорово, супер. Всем понравилось. Как думаешь, почему о потенциальной продаже ЖМа совсем нигде не говорят? Нет интереса, несмотря на приличную статистику. Как оценишь его потенциал на европейском уровне? Не знаю, не вижу ЖМа Лединова в каком-то сильном европейском клубе. Понятное дело, что какие-нибудь там клубы низкого уровня он 100% потянет. Да, там аутсайдеры серии А, аутсайдеры Бундеслиги. Да, вот что-то такое. Ну, наверняка он там нормально себя проявит. Мне кажется, что ему сильно не хватает резкости, что ли, что-то. То есть у него очень большая выносливость, да, он такая вот гладкая. То есть он марафонец, а не спринтер. Вот в моих каких-то ощущениях. А в европейском футболе ценится именно то, как ты на рывках действуешь, как ты способен взрываться. А ЖМ совсем не про взрывание. Не разговаривал со Степаном Левиным по поводу совместного стрима. Нет. Что опять с Краснодаром? Что с Краснодаром? Краснодар выиграл 2-0 у Рубина. Рубин совсем, конечно, непонятно, чем занимается. Без Деспотовича, без Хвича, без Макарова. Как они собираются в этот сезон входить, я не понимаю. Марк сказал, что сегодня лучшая игра в сезоне. Удивился, можно лучше. Согласен. Он же по-другому сказал. Он сказал, что вот эта вот игра, которая сегодня была у Динамо с Локомотивом, это лучшая игра в этом сезоне, потому что в ней было очень большое качество. И она наверняка понравилась зрителям. Ну, то есть там и Рабинер же написал о том, что это была классная игра европейского уровня. Когда атаки в одну сторону, атаки в другую сторону. На второй тайм нас не хватило, но первый тайм был шикарный. Ты в одну сторону едва Рыбчинский не забил, тут же в другую сторону. Точнее, сначала Динамо чуть не забило, потом Локомотив чуть не забил, потом снова чуть Динамо не забило. И это были классные атаки. Вот про это Николич говорил. Не про то, что Локомотив сыграл свою лучшую игру в сезоне. Как тебе Локсайт лучший игрок в матче? Это бред какой-то. Насчет отсутствия игры на опережение от едва. Неправда, раза 3-4 выбегал, раза 2 удачно. Нет, было, просто говорю с Краснодаром, это было на постоянке. Он постоянно играл, вот именно вперед выбегал. Полузащитники пытались получать мяч, выбегал едва и не давал им это делать. Пытались они получать, выбегал едва и не давал им это делать. И Макеев тем же самым занимался. Не давал принимать мяч полузащитникам. В сегодняшнем матче этого не было и скорее всего, скорее всего, это все-таки была тренерская установка. Не выбегать сильно, не, ну, играть по штрафной, играть по своим футболистам внутри штрафной. Дать динамовцам бить издали. Я думаю, что что-то такое было. Живой очень старается играть вперед, но не хватает немного. Не хватает. Гол Шаманский близнец гола Кимиха? Нет, вообще нет. Гол Кимиха был неожиданный. Гол Шаманский просто хороший удар, плотный, мощный в правый угол. Гелий сегодня был хорош, Кладнокровен отлично на выходах сыграл. На выходах хорош, но мне Гелий сегодня не понравился. Он был не в своей тарелке. Точно, совершенно. Два сейва совершил, на выходах хорош был и пару раз погасил. Прям вот очень здорово, но там его вынос в аут. Это же вообще, чтобы Гильерме вынес мяч в аут, где не было партнера. Ну, такое прям очень странно. Что-то с ним не то было. Ну, как мне показалось. Кем из русских можно усилиться? В голову приходит только Мардешвили. А тебе? Ну, Хлусевич мне, например, нравится. Ну, как усилиться? Усилиться невозможно. Смотришь на сборную России, и никто из нее не нужен. Можно взять какого-нибудь молодого и надеяться, что он вырастет. Как Мардешвили, как Хлусевич, как, не знаю, там, Миша Гайнов из ЦСКА 2004 года рождения. Но они могут и не вырасти. И они не усиление здесь и сейчас. В сборную Хорватии не вызвали едва, но вызвали косячного Лаврена. Впрочем, у меня мало вопросов к тренеру, который ставит Южка Гвардиола на фланг обороны против Испании. В чемпионском сезоне больше набрали в первых шести матчах. 13 очков, на 1 очко больше. Зе провальный трансфер. Травма это раз, не самая умная игра в поле, 2. Надо ответить Керком, Краснодарскому бесту. Что там Серлот забивает за Лейпциг? Его в аренду же отдали в Испанию. Серлот своеобразный тип. Он сейчас в Соседаде, как раз, да? Команда, которой я очень сильно боялся, чтобы она не попалась нам в Лиге Европы. В Бундеслиге у него 5 голов, 2 голевых передачи. Но особо и не играл. 1400 минут, это маловато. Посмотрим, посмотрим. Серлот своеобразный тип. Он, понятное дело, что он сильнее всех наших нападающих. Но вот то, что он какой-то суперкрутой бест, я, честно говоря, не вижу большой разницы. Например, с Трент Ларсеном, которого я на кружке показывал. Вам тоже норвежец. Стоит гораздо дешевле, чем Серлот. Но, как мне кажется, и не играет за сборную Норвегии при этом. Но большой разницы я между ним и Серлотом не вижу. Но, может быть, в Соседаде раззабивается. Реально ли продать за Луиша? Ни один же Кикнадзе на свете. Кстати, грамотно продавать это тоже работа Рангника. Грамотно продавать, конечно, работа Рангника. Реально ли продать? За какие-то деньги точно реально. Продать за 5 миллионов евро, думаю, нет. За миллион, конечно, конечно, 100%. Динамо играет на кураже молодых, потом повалится так же, как и Камни. Единственная разница, что бабла вбухана в разы больше. Оттого и запас прочности выше. В то, что Шварц какой-то особенный тренер, не верю. Скорее, отдам предпочтение Стукалову. Рифата сегодня съели. Первый матч в сезоне в минус. Надо было же Ваглядова в Краснодар отправить. Брали же они Шишкина. Рангник сейчас сидит в России. Помните, как мы рассуждали, что он будет удаленно работать, а тут, на удивление, ходит на матчи. Но он на некоторые матчи ходит, потом уезжает, живет в Германии, потом снова приезжает, когда жаркая пора наступает. Я думаю, трансферное окно закроется, и он будет пореже ездить в Россию. Мы предъявляем претензии команде. А может, не выиграли, потому что на поле был еще и сильный соперник, который еще и сыграл классно. Я прав. Об этом, кстати, очень часто забывают о том, что футбол — это игра, в которой не бывает двух победителей. Даже если обе команды сыграют идеально, все равно кто-то победит. Ну, может быть, ничья, да, но двух победителей не может быть. Не может быть двух первых мест в чемпионате. Даже если клуб действует идеально, и другой клуб действует идеально, кто-то из них будет чемпионом, а второй клуб не будет чемпионом. И во втором клубе будут думать то, что, боже мой, мы провалились, мы пропустили ту команду вперед. Но это просто спорт, это просто правило игры. При 4-3-3 жема в запасе или на фланге? Но это же добровольное понижение эффективности. Почему понижение эффективности? На фланге, в атаке. Вы снова забыли о том, что жемалединов умеет забивать? Или что? Ну, сезон вот этот вот ни о чем не говорит. Лаксальт вроде у нас мог оказаться года 3 назад. Ты бы не против был? Тогда он стоил очень дорого, и я был бы, естественно, не против, но это стоило для нас очень дорого. И можно было бы, наверное, попробовать что-то поискать поинтереснее. Но 3 года назад Лаксальт выглядел отличным вариантом. Сейчас мне Лаксальт не нужен. Жема выключили сегодня? Да, на жема очень серьезное давление оказывалось. В кои-то веке в Динамо появился грамотный менеджмент. Пабло сегодня на опережение играл неплохо. Да, я видел, Пабло старался. Не всегда у него получалось, но он старался и пытался. Так что, ну, честно, мне претензии к Пабло удивительны. Удивительно, у Бекка на Хускорде 5,9. Видимо, инстату стоит верить больше. Но это скорее проблемы подсчета Хускорда, которые не очень адаптированы к игре людей, которые выходят на замены. То есть там люди, которые выходят на замены, они априори маленькую оценку могут получить. Даже если они все сделают идеально. Едва из живым внешне похожи с общих планов. Да, они братья-близнецы. Я сразу это говорилось и замечалось. Ты говорил, что Николич по манере напоминает Божевича. А я нахожу сходство с Муслиным. Оба пришли после Палыча, и аналоги напрашиваются. Я не говорил, что Николич похож на Божевича. Я говорил, что результаты Николича, которые были по прошлой осени, когда мы не могли забить больше одного гола, в принципе, очень сильно напоминают Божевича. А так мне Николич... Ну, Николич это второй Палыч. Я как сказал это сразу, я, в общем-то, от этой аналогии вообще не отхожу. Николич это второй Палыч. Вообще во всем. Да, даже вот очко движения вперед, которое он сказал после матча с Уфой, что мы набрали очко, это движение вперед. Ну, это просто в мелочах второй Палыч. Человек, который действует на результат. Бабкин на Бабкин. Петров, Петров больше в атаку. Петров это если мы будем проигрывать. На Бабкин это Бабкин, которому предлагают жирный контракт. Палыч не обыграл Урал. Это очень плохо. Для кого? Для Палыча. Палыч взял команду, которая набрала 0 очков. А теперь у нее после трех матчей 5 очков. Я не думаю, что это плохо. Я думаю, что Ростов медленно, но верно начинает искать свою игру. И сборы как раз для Ростова это то, что нужно. Бабкин Петров для Кубка России будет самое то. Поймался я на мысли, что давно не было так интересно следить за локомотивом. Да, я давно об этом говорю, что у меня просто громаднейшее желание. Я как безумный просто обновляю эти поисковики по новостям о локомотиве. И впитываю как губка каждый новый твит, каждую новую статью, что там пишут про Беку, что там про Анжарина пишут, про Керка, что пишут. О, это так интересно. Есть плохо оцениваемые статистика вещи. Например, управление игрой от Джорджини, лучшего игрока УЕФА, Дали. Камано уедет вроде. Беку не будут вызывать в какую-нибудь молодежную сборную Франции? Вроде нет. Ну, по крайней мере, я таких новостей не видел. Хотя тренер молодежной сборной Франции, это тот же самый тренер, что и у олимпийской сборной. Но, как и у нас, да, там Карпин, который дал Макару время освоиться в Динамо, ну, было бы логично сейчас Беку не дергать в молодежку Франции, а дать ему поиграть все-таки за... и подготовиться в новом клубе. Рыбус, Камано, Жема, Гилибара, Мага, Смолов, Лисакович, кто там еще, полсостава, нет основы. Кстати, да, давно не было так, так это я уже говорил. Вопрос не про матч. Как, думаешь, почему деградируют воспитанники Краснодара? Шапи, Игнатьев или уходят, как Уткин, Камбличенко, Фомин? В чем проблема? В том, наверное, что Краснодар говорит о том, что ему нужны воспитанники, а потом покупает на их место Крыховика, например. Может быть, в этом есть какая-то проблема с воспитанниками Краснодара. Видел состав Лиги Конференции. Эстония, Гибралтар. Но я видел там и группу, которая вполне себе тянула бы на очень солидную группу Лиги Европы. Там прям нормальный подбор. Лиз под левую с ЦСКА убрал и удачно и забил. Тут, если бы получилось, было бы гораздо больше шансов. Я не говорю, что это лучший вариант, но и не такой дурной. Нет, это было конкретно в этой ситуации. Это был очень плохой вариант. Когда он убирал под левую ногу с ЦСКА, ему правую ногу блокировали. Здесь он убирал под левую ногу, когда правую ногу никто не мог даже в теории заблокировать. Он был первый. Он врывался в штрафную, пускай под углом. Мяч был под правой ногой, ты бьешь, и никто этот удар не заблокирует. Надо было бить. Кстати, Тим, классная новая прическа. По традиции спрошу, сколько времени тратишь на укладку. Я нисколько времени не потратил на укладку, потому что она держится еще с вчерашнего подхода к Барберу. Он мне что-то колдовал, колдовал, какого-то порошка сыпал сверху. И теперь я могу с волосами что угодно делать, и они сохраняют свою форму. Но недолго. Так что скоро голову придется мыть и придется укладывать. Вот, например, вот так тоже здорово выглядит. Перехват или давление на владеющего мячом с целью его отбора. Что? Барр начинает напоминать Тарасова своими удалениями. Нет, не начинает. У Тарасова были глупые удаления, когда он в абсолютно ненужной ситуации вдруг решает сфалить. Просто ни сфига. У Бары либо фол был по неосторожности в удалении с Уфой. Он должен был блокировать этот мяч. Но, к сожалению, чуть-чуть Мерзляк там мысок ноги подсунул под бутс. Как мы теперь знаем прекрасно, оказывается, любое падение Мерзляка в штрафную – это пенальти. То есть, если мы думали о том, что что-то там накосячил Вар, то после вчерашнего матча официально любое падение Мерзляка в штрафной – это пенальти. Это новая поправка в правила. Просто еще не все об этом знают. Керка берут нападающим. Были дерзкие времена Тима. Комано потерялись. Будем делать из Кера по циндаку. Оренбург – это сам Оренбург. Для нас топ и стоил 500 рублей. А, сам Оренбург. Понял. Это у вас еще ниже команда уровня из ФНЛ-2. Ну, блин, я бы на вашем месте сходил, потому что футболисты классные. Тим подобрел с тех пор, как Паша воля. Представляешь, если будешь хейтить Беку-Беку, и он тебя позовет на разговор. Да ладно, он такой лапочковый чего. Он показал боксерскую стойку и сам рассмеялся. Если освобождать места под лимит, то продавать Комано за Луиша Пабло Мурило, кого-нибудь из этих. Только поздно, наверное. Да всех можно продавать, господи. Едва и новый, да Бека-Бека новый. Все остальные, что за них держаться? Держаться за Рыбуся? Да, бессмысленно. Можно легко найти левого защитника круче. Держаться за Мурило? А зачем его покупали тогда? Чтобы за него потом держаться? Это бессмысленно. Держаться за Комано? Да почему? Зачем? Если готовы предложить за него там 6-7-8 миллионов евро, пускай уходит. Держаться за Зе Луиша вообще бессмыслится. Да ни за кого не надо держаться. Последний матч. Игра Рыбуся не нравится как в защите, так и в атаке. Что думаешь? Рыбусь играет нормально. Добротно, целостно, хорошо, без претензий от меня. Вообще никаких. Мурило продаем наконец в Ман-Сити, поэтому горожане от Роналду отказались. Слишком долгое затишье. Уже были бы новости, если бы Мурило уходил. Нет, почему? В какой-то момент просто бац и уйдет. Зимой, может, уже ранник сопьется от безысходности и уедет в монастырь, потом с сорном искуплять грехи. Боятся провала, никого не покупать. ПСЖ отказался продавать Мбаппе за 170. Если Мбаппе в ПСЖ захандрит, то будет провал, что не продали. В МЮ Роналду Санчу Кавани Фернандо сжали тренер говно. Немного оптопа порадует тебя новостью, что Валенсия ведет 2-0, а Черышев отдал голевую передачу. Учитывая, что ты не безразличен к мышам, думаю, тебя это обрадует. Я не безразличен к мышам, но, честно, я такой болельщик Валенсии, который не назовет текущего тренера Валенсии, игроков Валенсии, кроме Черышева. Никого не назовет из Валенсии. И в целом меня мало интересует, что у них там происходит. Просто я идентифицирую себя как болельщика Валенсии в Европе. И если вдруг мой глаз падает на Валенсию, я о, а что там интересного происходит? Гораздо больший болельщик я сейчас Леванта, Севикяна и Вильяреала, Иосифова. Вот эти команды меня интересуют больше, потому что я хотя бы в них захожу и смотрю. Так, а не появились ли они хотя бы в запасе? То пока, к сожалению, не появляются. Так, я уже дофига обзоров Львежского стандарта посмотрел. Ебо слабый для нас. Конечно, слабый. Конечно, конечно. В нем вообще ничего нет. Его взяли, мне кажется, из-за смешной фамилии, из-за неплохой статистики в прошлом году. И все. В этот Мальмезач топовый Хаджихуджакич, это тоже фейк-слух? Ахмед Ходжич. У него был иностранный источник Трансфермаркт. И были намеки от Ахмед Ходжича, что идут разговоры про переход в Россию, и он в целом не против. Но, ну, то есть как бы совсем фейк-слухом это сложно назвать. Но ей тоже особо, наверное, я бы не стал этому верить. Анжарин может скиснуть в России или условно травма, а не к тому, что уровень футболиста низкий. Продать его будет реально даже в таком случае. Да, можно, можно. Но для этого как раз и нужно, чтобы Рангник поехал, и Рангник посмотрел на то, что из себя этот человек представляет. Чтобы не брать вот просто статистику из Трансфермаркта, как у нас селекционеры обычно это делают, да, диванные, как мы это делаем. Увидели статистику, ну так, вот этот вроде нормально играет, вот этот нормально играет. А этот плохо играет. Вот этих берем, а этих не берем. Но работа нормального, вот супер-селекционера заключается в том, чтобы поехать, пообщаться, узнать все про этого игрока. И понять, он в России будет рвать когти. Будет ли он выжимать из себя 110 процентов. Или ему это нафиг не нужно. Или он приедет и будет зарплату получать. Мне кажется, что Рангник из тех, кто достаточно дотошно к таким вещам подходит. Устал я что-то с вами, ребят? Вы чего? Вы чего? Вы планируете вообще заканчивать стрим сегодня или нет? Если Бекай из второй лиги показывает класс, то младняк Челси вообще должен разрывать. Тем более чувак, который ушастый кубок целовал. Анжарин типа Лофтус Чик или Окслу Чемберлин? Ну, говорят Лофтус Чик. Говорят, ролевая модель Лофтус Чик. Его можно чисто для игры против Спартака. Помнится, продали маньяса, все деньги считали, потирая руки. На кого в итоге эти деньги пошли? ХЗ. На покрытие долгов. И на золотые парашюты. Если купят эту сладкую парочку и продадут Зелуиша, то это, конечно, топ ТО. Когда Цорн приводил Ларсена Карла Шурли, ТД тоже было топ. В целом, я думаю, да. Хотя Спартащи, не знаю, орали и говорили то, что отвратительно ужасно. Но они потом этим составом на второе место вышли. Имеет смысл в случае продажи Мурилы покупать Лего ЦЗ на его место или же Е2 и Маги и Пабло хватит с головой? Не хватит. Трех защитников не хватает. Тем более Мага, который периодически будет еще в опорной зоне играть. Трех защитников не хватает. Либо кого-то из россиян подтягивать, не знаю, Иванькова начать периодически выпускать. Либо покупать все-таки центрального защитника Легионера Третьего. Тем более, что все-таки, кажется, будет послабление лимита. Ходят такие слухи. Я вам ничего не говорил, но говорят, лимит будет существенно ослаблен. Австрию, по сути, одна команда тянет. Нет, кстати, это уже неправда. Раньше это было так. Теперь там есть Ласк. Теперь там есть Венский Рапид. Команды, которых за собой потянул Зальцбург. И благодаря тому, что появилась такая команда, как Зальцбург, и все остальные команды в Австрии начали плюс-минус той же идеологии придерживаться. И это их сильно забустило. И там, ну, в Венском Рапиде классные ребята есть. В Ласке классные ребята есть. И они продают этих игроков. И все у них хорошо. Очень радует, что за 6 туров мы ни разу не сказали, эх, а был бы сейчас Чорлок, и неужели не могли еще на сезон продлить? Да, да, здорово. Ну, едва и очень сильно поспособствовал тому, чтобы мы так не говорили. К счастью. Я пока ни о чем не думаю в плане похода на футбол, потому что я боюсь, что 3000 зрителей с нами надолго. Я с удовольствием поеду на евровыезд, и при этом вполне допускаю, что и на евровыезде я тоже матч посещать не буду. Это просто для меня будет повод скататься в Турцию с чистой душой, в которую я ни разу так в своей жизни и не был. И, как бы, ну, пляжный отдых, это все-таки Турция, да, дешевый, но при этом качественный пляжный отдых. Это Турция. Я там ни разу не был, и вот пора бы уже, наверное, съездить. Но при этом сходить на футбол я вполне возможно и не буду. Надеюсь, это будет оправдание... Оправданием этому будет то, что на футбол и не пускают. Надеюсь, что у меня будет хоть какое-нибудь оправдание этому. В Андерлехте Джошуа Зиргзи хороший. Правда, Лямов 30, наверное, будет уже стоить. Но Зиргзи — это будущее Баварии. Алло. Зиргзи — это следующий Ливандовский. То есть Ливандовский когда-нибудь наконец-то уйдет из Баварии, и на его место встанет Зиргзи. Конечно, это супер-мега-топ. Это будущее футбола. Насчет Керка, его Калери прошлым летом хотел купить за 7 миллионов евро. Утрах 10 просил за высокой цены на игрока. Калери отказался от покупки. Да-да-да-да-да. Итальянский клуб, который не сошелся по цене с Утрахтом, потому что на тот момент Утрахту уже не нужно было любой ценой продать. Сейчас нужно. Сейчас нужно продать Керка любой ценой. Если бар и дисква, то на крылья, походу, выйдут Бека и Анджорин. Нет, на крылья выйдет Бека и... А, ну, на крылья-то, может быть, уже и Анджорин, конечно. В велодроме, кстати, офигенная атмосфера. Ощущение, что все лучшие молодые россияне в Динамо. Это неправда. В Динамо просто их используют. Но лучшие молодые россияне распределены по многим академиям. По Чертаново, по Локомотиву, по Спартаку. Надо их только использовать и не ссать. Ты похож на Киприота, тебя за своего принимали. Меня все за своего принимают. Но конкретно там мы радовались голам Локомотива и на нас очень косо смотрели. Но мы были очень доброжелательные, мы общались с Киприотами. Мы такие, у вас классная команда, у вас, смотрите, что делают ваши болельщики. Это вау, вау, вообще. Ну, на ломаном, киприотском, английском и на русском. Киприоты понимают русский, уже понимают русский. Настолько много там россиян. Посмотрел на риски Анджорина в Премьер-Лиге 2. Зверюга, бедра, в штанины не помещаются, тащат мяч, не отпускают далеко от ноги. Резкий, последний пас, удар, все при нем. Посмотрел бы я, как Фомин и Шиманский с ним в корпус, в корпус сыграть будут. Да, не отпускает мяч, вкладывает мяч в ногу. Вот сегодня, когда Камано бежит в атаку 3 в 3, слева же Малединов, справа Смолов, и Камано делает просто какую-то вот передачу хрен пойми куда. Но это очень низкая культура паса. И взамен посмотреть культуру паса Бека, который отдал пас низом, и он просто идеально покатился на ход Лисаковичу. Лисакович как бежал, не сбавляя скорости, в нужной точке принял мяч и вошел в штрафную. И какая культура паса у Анжарина, который просто вкладывает мяч мягенько в ножку, точно вот прям как вот нужно. И ты, ну, не теряя ни секунды, продолжаешь атаку. Естественно, так гораздо проще из-под прессинга выходить, чем когда тебе шарашат мяч на 3 метра от той позиции, где ты находился, тебе нужно его принять и еще каким-то образом от прессинга избавиться. Есть ли у нас проблемы со стандартами? Не низкая результативность после них или норм? Да в целом начали там из голов Арсенала со стандартов, потом голы ЦСКА со стандарта. Я бы не сказал, что у нас какие-то проблемы вот прям вот со стандартами. У нас очень плохо удары со штрафных идут. Просто некому бить со штрафных. И в отсутствие Мурила реже стали выигрывать воздух. Но в целом нормальный. Процент нормальный. Не каждый стандарт должен превращаться в гол. У Райковича тоже было такое умение сохранять мяч под прессингом. Я даже не удивлен, что эти бездарные вопросы про Крыха задавал Терлецкий более слабого уровня журналистики, чем у него тяжело найти. Сплошная желтуха. Что в Динамо делает Игбун? Эдер играет. Эдер не играет. Что делает Игбун? Не знаю. Игбун приходил уже достаточно давно. Приходил бесплатно. На тот момент казалось, что это очень неплохая сделка. Бесплатно подписать такого нападающего. Но сейчас Игбун вообще не играет. Ничего не показывает. Какая цель на следующий отрезок сезона для оценки «Хорошо»? Я не знаю, что у нас считать под следующий отрезок сезона. Так, у нас матчи. Матчи у «Локомотива» 12 сентября, 19 сентября, 26 сентября, 3 октября и потом 2 недели паузы. То есть, 4 матча, судя по всему, мы проводим в РПЛ-ке. И 2, наверное, поместятся в этот период в Лиге Европы. Наверное, так. Крылья, Урал, Химки, Ростов нужно одерживать минимум 3 победы. То есть, 9 очков 100% нужно набирать. Получится ли там 10 или 12, это уже дополнительно. Но 9 нужно набирать 100% в этих 4 матчах. Ну и нужно в Лиге Европы как минимум стартовать удачно. Без поражений, да, без... Ну, очка 3 точно надо набрать в первых двух турах. Лучше 4. Рыбчинский лучше Лысова. Они разные, они очень разные. Лысов был просто машина туда-сюда бегать, навешивать и... Без особых изысков, но свое дело он отрабатывал на твердую там пятерку. То есть, в рамках своих задач он все отрабатывал как надо. Рыбчинский гораздо более тонкий футболист и может сыграть на каких-то неожиданных вещах. Что скажешь про нашу группу в ЛЕ? Ну, я вначале посвятил много времени нашей группе в ЛЕ. Она сложная, она сравнимая с группой Лиги Чемпионов, но при этом мы в Лиге Чемпионов в прошлом году вполне себе неплохо играли и зацепили там 3 очка в итоге. Так что и в этой группе мы можем более слабой, чем в прошлом году, где у нас был Атлетико, Ювентус и Зальцбург. Здесь каждая команда слабее, чем то, что у нас было там. Так что я надеюсь, что будем собирать очки. Но при этом это классные команды с именем, что тоже прикольно. Ожидали Бару Капитаном, а станет Домосед Жималеддинов. Может быть. Как же топово работает селекция Спартака, что не забрали такого Едвая, ведь он уже несколько окон на трансфере был. Да, да. Странно, что не вызвали Едвая, учитывая, что Чурлук в тренерском штабе. Как оценишь поступок Бериши? Я не очень понимаю поступок Бериши. Я вполне верю, что может быть такое, что Бериша в помутнении рассудка решил, что это просто небрежный пас, который он перехватит. Но точно так же я допускаю, что Бериша вполне знал, что происходит, и специально перехватил мяч, побежал забивать. И то, и другое я допускаю на самом деле. Что меня бесит, ну, вообще вне этой ситуации, это то, что судьи ссут останавливать матчи. Ну, то есть, если там что-то серьезное, останови ты матч, и не будет никаких вообще проблем. Все знают, из-за чего останавливаются матчи. Подозрения на травму, никто тебе слова против не скажет. Но нет, все они ссут. Остановить мяч, просят, а выбей, пожалуйста, мяч в аут, тогда я остановлю игру и вызову помощь медицинскую. Но нет, так не должно быть. Если ты видишь, игрок лежит, и ты подозреваешь, что там был тяжелый стык, и ему действительно больно, и нужна медицинская помощь, останови чертову игру. А если там не нужно, то почему тогда нужен вообще этот фейерплей с выбиванием мяча в аут и все такое? А если игроку больно, почему ты мяч выбиваешь так, что он три часа катится до боковой линии? Почему ты не можешь просто выбить его как можно быстрее, сильнее в аут, чтобы как можно быстрее медики на поле вышли? Вот такие вещи меня бесят. Поступок Бериши, если он понимал, из-за чего оно, ну, из-за чего игрок выбивает в аут, он некрасивый и неприятный. Конечно, это морозотность. Но в целом, в целом, вся эта ситуация, она спровоцирована очень нерешительными судьями. Слабая физика во вторых таймах. Попытка вывести на пик в октябре, как считаешь? Думаю, что есть что-то такое. Николич говорил об этом, что его прошлая осень научила тому, что надо по-другому немножко силы распределять, что здесь очень много матчей, нужно быть готовыми, что в сентябре и октябре ты играешь в марафоны. Так что, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что наше вот помирание после 60-й минуты, это отчасти из-за этого. У Палыча пока не особо результат. Ну как не особо? Он взял команду на последнем месте с нулем очков, теперь у него 5 очков. Мне кажется, что это нормальный результат. 6 матчей, 5 очков и все при Палыче. То есть, 3 матча 0 очков, 3 матча 5 очков. На 5 очков больше, чем заработал Карпин. Что вы хотели от Палыча? Что он пришел и Ростов начал всех громить? Ну да, это странно. Команда та же самая, из усиления только Баштуш, и почему она вдруг должна как-то резко начать всех обыгрывать? Но играет крепко. Уже, по крайней мере, нету тех проблем, которые у них были на старте, когда они вообще не понимали, что они на поле делают. Краснодар Гончаренко о себе заявят. Когда у нас будут даты сентябрьских туров в расписании ЛЕ? Когда будут даты, не знаю, но если мы играем в четверг, то, очевидно, все матчи у нас будут по воскресеньям. Воскресенье, понедельник, воскресенье, понедельник. Вот в субботу, скорее всего, не будет ни одного матча. Как тебе ЦСКА в матче с Зенитом? Мне не особо нравится ЦСКА. Мне... Ну, а у них есть хорошие футболисты, но играют они абсолютно сами по себе. И многие решения я не понимаю. Я не понимаю наличие Мухина в стартовом составе ЦСКА. Вот если бы я болел за ЦСКА, я бы не понимал. У вас сидит на скамейке Мородишвили, с Мородишвили у вас все хорошо. С Мухиным каждый раз какая-то хрень происходит. И гол, который забил Зенит, он отчасти пришел из-за Мухина, который побоялся сфалить в центре поля и прервать эту атаку. Ну, здорово. Ну, зато... Зато увели у Локомотива игрока. Молодцы. Повезло нашим клубам на итальянский. Анонс Матч ТВ серия с грубым приобрел новый смысл. Да, я читал об этом. Крых внезапно ушел, видимо, и Мурила также уйдет. Ну, может быть. Тима дефицирует себя как болельщик трех испанских команд. Все понятно, Глор. Я болею только за Локомотив. Я много раз говорил, что как только я начал болеть за Локомотив, вот я понял, что я... Локомотив меня очень сильно интересует. Я не могу без того, чтобы посмотреть матч Локомотива, провести свои выходные. Все остальное боление у меня отпало. Боление за Валенсию, боление за сборную России, боление за что угодно другое, оно вообще никак... Просто ушло из меня. Просто когда меня спрашивают, какой у тебя любимый клуб в Европе, я называю Валенсию, потому что я действительно очень любил Валенсию в 2000 году, когда там был Эктор Купер, а потом пришел Рафа Бенитос. Я очень любил ту Валенсию, которая доходила до финала Лиги Чемпионов и проигрывала в финале, потому что я любил андердогов, в которых очень грустная судьба. Да, ты выходишь два года подряд в финал Лиги Чемпионов, два раза тебя переезжают. Это очень неприятно, но вот такие команды я любил, поэтому я и за Локомотив болею. Но потом, потом, естественно, я вообще не понимаю, что там с Валенцией. Когда играл Смолов, я был болельщиком Сельты. Я смотрел все матчи Сельты, потому что там играл наш Смолов. Я болельщик Аталанты, потому что там играет наш Миранчук. Вот такой вот я болельщик. А Монако не смотрю, потому что там играет Головин, и он не наш. Какие видишь перспективы нашей группы в группе Еврокубки? Я думаю, что Зенит займет третье место, я думаю, что Спартак займет четвертое место, я думаю, что Локомотив займет второе место. Как думаешь, сколько сейчас захочет Утрак за Керка? 6-7 миллионов? Да, сейчас Керк торгуется за 7 миллионов евро. Гладжан живой? Не знаю, он вышел в стартовом составе на первый матч Нижнего Новгорода, а теперь не выходит вообще. Касседа ждем Черкизово, получается? Говорят, он уходит из Лацо. Говорят, Саре он не подошел. Кто-нибудь знает, куда перешел Эдер? Никуда не перешел. Где играет Нияз? Нигде не играет Нияз. Два свободных агента. Касседа вроде уходит из Лацо, кстати, и Фалькао из Сарая. Да, Эдер свободный агент. У Бедрова сегодня была мини-победа, когда Радамель Фалькао им ответил на мем про Карпина и приезд. Жаль, что сам Радамель, скорее всего, уже не приедет. Следишь ли за ЮФЛ? В Ю17 Вадим Раков бешеный пентатрик сделал, Щетинов и Батраков тоже хороши. Думаю, это будущие игроки для основы. Конечно, 2005 год рождения, это моя любимая команда. Очень давно уже просто любимейшая команда с потрясающими футболистами. И если у меня есть возможность посмотреть матч ЮФЛ-2, я с удовольствием это делаю, потому что там мой любимый детский тренер Вашкевича вернули и поставили на 2005 год рождения. Я без ума от Вашкевича. Там мой любимый футболист это Леша Батраков. Это просто фантастика. Это, ну, это такой компьютер в голове. Я очень надеюсь, что он немножко возмужает, окрепнет и перейдет на взрослый уровень, потому что я ни у одного футболиста в детстве не видел такого просто понимания футбола, когда он делает передачи и ты вообще не понимаешь, что происходит, а она доходит, а Вадим Раков с нее забивает. И, ну, я рассказывал про Батракова о том, что чел ростом вот примерно мне по пояс, но у него в сильнейшем московском чемпионате там что-то порядка семи голов головой было. Никто вообще не понимает, как он там оказывается, но каждый раз оказывается и забивает головой. Просто вот понимание футбола на космическом уровне. Там есть Вадим Раков, у которого удар пушечный, феноменальный удар и тоже, да, понимание футбола, рывок, техника, все в порядке. Четыре гола в одном матче, пять голов, в другом матче, все здорово. Там есть Щетинина, вы назвали, там есть еще вот несколько ребят, я сейчас точно фамилии не скажу, но тоже прекрасные, совершенно классные ребята чумовые. И там еще и Миша Лысов, который помощником тренера работает, и, конечно, за Мишей тоже отдельно приятно наблюдать, как они вот там с Башкевичем что-то собираются, обсуждают, и Миша что-то подсказывает, и Башкевич его слушает внимательно. Это так классно наблюдать, это так мило. Всем советую, не знаю, выбраться на ЮФЛ-2, или посмотреть его по трансляции, каждый матч транслируется, обычно по субботам у них матчи. В этом раз, мы по-моему, во вторник играли, возможно, в субботу тоже будет матч, не знаю, почему они два раза на неделю играли. Это просто кайф, реальный кайф. Как экатеризуешь Бабкина? В Суперкубке мне приятное впечатление оставил, хорошо мяч вперед двигал, плюшеват, правда, был. Бабкин хороший, Бабкин жесткий, Бабкин обладает нужной степенью наглости для игры в центре поля, но, ну, как бы, вот игры в атаке ему не хватает. Игра в атаке это Максим Петров. Бабкин это более такой жесткий, более системный, наверное, двигающий игрок, двигающий мяч игрок. Какое место займет Спартак? В Лиге Европы, я думаю, что последняя в группе. Я думаю, что Мальмейм не дастся. В чемпионате России, ну, я думаю, место шестое, седьмое. С таким стартом сложно претендовать на что-то большее, как и Краснодар в прошлом году. Начал мухи натопить. Да, да. Жаль, не пришел ранник пораньше, смог бы, наверное, удержать Мухина и Иосифова. Ну, насчет Иосифова не знаю, Мухина, наверное, смог бы. Надеюсь, больше не будет таких потерь среди молодых. Тоже надеюсь, но уже есть уход как минимум Али Картоева с 2005 года рождения. Как тебе тот танк из Краснодара? Нам бы подошел в смысле такой же, только подешевле и помоложе. Кордоба играет хорошо, но лично мне кажется, что Кордоба это все-таки не тот футболист, который помогает бороться за, не знаю, победу в Лиге Европы против сильных команд, победы в чемпионате. Да, то есть он хорошо может тебе помочь против какой-нибудь вот сегодня против Рубины, да, продавить, забить. Но когда против него начинают играть сильный оппонент, сильный, да, защитник сильного уровня, то Кордоба просто резко растворяется на поле, ну, вот как мне кажется. Поэтому я, ну, у тебя вся игра строится на то, что вот ты играешь через Кордобу, Кордобу закрывают там в 95% случаев, и в итоге ты проигрываешь. То есть вроде Кордоба забил там Зениту, забил Локомотиву, но Краснодар проиграл оба этих матчей и ничего не смог сделать. Потому что вся игра у тебя в итоге должна быть заточена под Кордобу. Он много забьет, но ты ничего из этого не сделаешь. Точно так же, как Краснодар играл до этого с Ари, Краснодар играл до этого с Смоловым. Они много забивают, Краснодар при этом сосет лапу. Брат Миша Лысова тоже играет за 2005-й. Да, но не так сильно, как Щетинин, не так сильно, как Батраков, Раков. Блин, кто же там еще? Все фамилии повылетали. Но реально очень приятная команда. Просто команда, за которой очень приятно следить. Не Мальмо, а Легия. Мальмо у Зенита. Легия у Спартака. Спартак с Легией... Да, я немножко ошибся. От Мальмо Спартак бы отлетел. Легию, наверное, Спартак может все-таки победить, но им будет очень тяжело. Я все равно думаю, что Спартак займет четвертое место. Руи не доживет до Лиги Европы. Да, и Спартаку это на пользу не пойдет. Да, 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 я перепутал, извиняюсь. Мальмо у Зенита. Зенит с Мальмо, наверное, должен сыграть все-таки более прилично. Хотя тоже подарком Мальмо не является, но все-таки, наверное, там очки зацепятся. И может быть третье место. Спартак, в Спартак вообще не верю. Спартак ведет переговоры по возвращению ТДСК. Это похороны. Спасибо за стримы. Не смог сегодня с тобой посмотреть, с друзьями топили залока. В повторе гляну твои мысли. Спасибо огромное за 500 рублей. Спасибо огромное, кстати, Виртиму, который донатил во время трансляции. Я не заметил тот донат. Спасибо огромное. Спасибо большое за донаты. Люблю вас, ценю. Спасибо, спасибо, что вы у меня есть такие добренькие и донатящие ребята, которые позволяют мне достаточно спокойно себя чувствовать в финансовом плане и планировать евровыезд. Почему? Потому что история возвращения только с Юрием Павловичем Семеном работает. Мне не нравится ТДСК. Я говорил о том, что мне не нравится ТДСК. Ну, конечно, ТДСК лучше, чем РУЙ. Любой адекватный человек лучше, чем РУЙ, который евроцыган. А ТДСК, мне кажется, что возвращение ТДСК уж точно будет хуже, чем изначальный ТДСК. Изначальный ТДСК хоть каким-то образом сплачивал этих игроков и что-то из них выжимал. Возвращение ТДСК будет совсем странным шагом. Жора тоже донатил вначале вроде, но я тогда совсем ничего не видел. Точно, да, Жора донатил. Когда празднуем чемпионство, говорит, спрашивает у меня. 23.08. Господи, как давно это было. Празднуем чемпионство, я думаю, где-то в начале мая, в середине мая, да, у нас сезон подольше будет растянут. Ну, где-то 14, наверное, мая, я думаю, что мы можем уже бронировать лофт и заказывать шампанское. Пусть олей ничего вернут. Спасибо, Данике, JQE, за то, что напомнил мне про донаты. Хвичи и Язмон уедут из РПЛ? Я не знаю, на что, о чем думает Рубин, если честно. Они себя поставили в ту ситуацию, когда они уже обязаны продать Хвичу. Обязаны продать Хвичу. И теперь козырь у людей, которые, ну, давайте нам Хвичу за 10 миллионов евро. А что? Ну, вы же не можете оставить Хвичу у себя, у вас же 8 легионеров, у вас 10 легионеров при 8 местах, и что вы будете делать, а? 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 Там уже одним японцам не отделаться. Я не знаю, но это очень странная ситуация. Так что Хвича, наверное, все-таки уедет, но скорее всего не за 20 миллионов евро. Евтичи и Бегичи выкинем? Угу, верю. А вот по Азмуну ситуация сложнее, потому что за Азмуну денег не предлагают, а Зенит хочет денег за Азмуна. И Зениту точно совершенно нельзя избавляться от Азмуна за дешево. Точно, совершенно никак. Так что здесь у меня большие сомнения. В Нижнем Новгороде вы можете скинуть Евтича и Бегича. Можете, конечно, можете, только у вас будет дичайший дисбаланс в команде из-за этого. Ну, покупали себе какого-то хлама и теперь не понимаете, что с ним делать. Не будешь следить за командой Хвича? Нет, за Хвича следить. Ну, я буду смотреть результаты, буду смотреть, что там Хвича как, но смотреть матча целиком нет. Что думаешь по Рыбчинскому? Какая его лучшая позиция? Стал главным универсалом. Но вот этот универсализм его и губит. У него нету специализации, нету точной хорошей позиции. Но мне нравится Рыбчинский правый защитник. Как правый защитник меня Рыбчинский устраивает. Как атакующий игрок Рыбчинский пока, к сожалению, не дает нужного количества голевых передач и голов. Хотя сегодня дал. Сегодня молодец. Можно на период травмы Зелуиша из заявки выписать, а потом видно будет. Ну, это вот я предлагал малых операцию Рубин провернуть, вычеркнуть его из заявки, заявить Керка, а Зелуишем думать что-нибудь в январе. Но сложность в том, что через полгода Зелуиш будет стоить еще меньше, чем сейчас. Да, спасибо за стрим, спасибо вам за стрим, спасибо огромное. Думаешь, нам реально будет Марсель и Сарай обойти? Да, я думаю, это реально. Я думаю, ничего невозможного в этом нет. Я думаю, что если мы играли с Зайсбургом в ничью, если мы играли с Атлетико в ничью, обойти Марсель и Сарай проблемой не должно быть. Нужно просто показать 150% своих возможностей и нужно закрыть те дыры, которые у нас сейчас есть. Дыры есть, нападение, центр поля это большая дыра. Нужны игроки туда и дай бог в понедельник мы с вами постримим по поводу праздничной пьянки о покупке новых футболистов. А сейчас, сейчас я вас отправлю к замечательной стримерше вы должны будете ей написать что-нибудь приятное и пожелать удачи в прохождении игры. А я закончу. А завтра мы, наверное, или послезавтра встретимся и поищем игроков в помощь Рангнику, а то, ну, что он старыми записями пользуется одним только керком. Мы найдем ему новых футболистов в молодежках различных английских и не только английских клубов и какого-нибудь нападающего на замену ну, такого вот прям центрального нападающего как Хорчет Протегас. Пока.